Девушки отдыхают 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 Будьте міцні, непохитні, сбагачуйте завжди в диле Господнему, знаючи, що праця ваша немарна перед Господом. И еще читаю Евангелие Луки из 24-го раздела. Коли вони, і 28-й вірші, коли вони наблизились до села, до якого йшли, він робив вигляд, ніби хоче йти далі. А вони стримували його, кажучи, зостанься з нами, бо вже вечоріє, та й день уже кінчається, і він увійшов, щоб залишитись з ними. І коли він возлежав з ними, то взяв хліб, поблагословив, розламав і подав їм. Тоді очі їхні відкрились, і вони пізнали його, але він став для них невидимий. І вони сказали один одному. Чи не палали серця наші у нас, коли він говорив з нами по дорозі? Пояснюючи нам писання, брати і сестры, я прочитав ось цю Євангельську подію, що одного разу двоє учнів направлялись в Ємаус. Сумні, голови похилені з тим тягарем, який душив, не тільки на плечах, він груди їхні душив. Тому що вони мучились, пережили страшенні ночі, коли взяли їхнього вчителя. Коли розп'яли, і вони говорили, а ми надіяли, що він відбудує царство Ізраїлю. І ось всі мрії їхні розсіяли все, потерпіли поразку. Ідуть з Єрусалима, направляються в Ємаус, ідуть від центру духовно туди далі. Але хтось по дорозі до них пристав, якийсь невідомий питає, чого таки зажурені? Чому ви таки сумні, про що ідуть і розмовляєте? А вони з того на ка, що, ти один з прибулих, що не знає, що трапилося в ці дні? Як був пророк сильний, в слові ділі, як його розп'яли, як його видали. А він почав їм тлумачити писання. Вони заслухалися, і коли наблизились до того села, він зробив вигляд, хоче йти далі. І що ж робили оті двоє? Що вони робили, сестри, брати? Стримували, просили, слухай, залишись з нами, зайди до нас, зайди. В другому місці є написано, що Ісус мав вигляд прохожого. Я не хотів би, щоб для когось сьогодні Ісус цього навсего був перехожим. Сестри, брати, в цій молитві і в цьому служінні ми будемо стримуватися своїми молитами і просити, «Господи, зайди, вечоріє, день схиляється вже до заходу, скоро зійде тарання зірка, Господь прийде взяти своїх, як ніколи в ці останні часи цієї темноти, брати і сестри, тому що темрява згущається сьогодні на землі». Я часто пригадую одного брата, який давно відійшов до вічності, він колись розказував, каже, я як був хлопцем пас колись коні, і цілу ніч, бо в день треба працювати. Годинників не було, як сьогодні в кожну на руці, які тільки гори співають, грають і що тільки, не було. І каже, коли ж ранок, чи довго ще пасти їх? І я, каже, вивчив, що я помітив, що перед самим ранком темрява згущається, робиться дуже темно. Це сповіщало ранок близько, брати і сестри, ми бачимо, як сьогодні гріх, як сьогодні темрява насувається, це сповіщає ранок близько, ви чуєте? А для вас, благовіючи перед ім'ям моїм, каже Господь, зійде сонце правди, і зцілення в лучах його. Алілуя нашому Богу! Сестри, брати, яка нам радість на тавість, Христос воскрес перемів зло. І ті двоє казали, чи ж не палало наше серце? Я хотів би, щоб сьогодні наше серце палало любов'ю до Господа, щоб Дух Святий сьогодні говорив, може ти засмучений, може твої проблеми, твої тягарі, твоя безвихідь уже тебе втомила. І думаєш, і Господь, певно, не чує молитви, чуєш? Він сьогодні хоче, щоб ти стримав його, щоб ти запросив його в цей дім. Він обов'язково прийде. Побачиш, ти позбавишся від всяких тих проблем. Я знаю, Господь сьогодні буде уздоровлювати, Він сьогодні є хрестящий Духом Святим. Ці останні часи, алілуя. Брати і сестри, Іуда каже, ви улюблені, назидаючи себе найсвятішою вірою, молячись Духом Святим. І тому я всіх запрошую, стоячи на ногах, молимся, звертаємся до Господу молити. Щира молитва. Алі-Луя, Алі-Луя. Алі-Луя, Алі-Луя. Якщо ти хочеш із сілення, бери, Алі-Луя. Якщо у тебе не розв'язані проблеми, бери, Амінь, Фарамен. Я даю даром, Амінь, Фарамен. Від тебе зависить, Алі-Луя. Не шукай лучшого часу, Амінь. Подивіся на пройдений час, Алі-Луя. Чи коли я так близько був з народом, чи коли я так виливав свої благословіння, чи коли я так придвозвіщав і горив лице в лице, Алі-Луя. І так кажу, день йде до заходу, Амінь, Фарамен. А що ти нині візьмеш, який зробиш запас, Алі-Луя? Не випусти мене, Амінь, Фарамен. Бо сила моя велика, проходяще на місці цьому, Амінь, Амінь. Бо сила моя велика, проходяще на місці цьому, Амінь. Ібо приходить время великих сражений, Ідет духовная брань, І як важна мужьям бути припоясаним. Многі пришли з гордістью своєю человеческою, Многі, краміна Глайна і Шталміна, пришли, Тому що нужно йти, але є Слово от Господа, Амінь. Краміна згиби Регломіна, Даби народ мій приготавілся ваоче. Ібо, відкрими Регломіна, События сколыхнут многие серця. Тот, що буде, Сурману, Шталміна, збиваться на земле, Тот, що буде решатися на небі, Оно буде подаватися на землю. І як важна бути сторожам чутким голосом йому, Даби передати народу волю в точності, Ава Отче. Ібо, відкрими Регломі Регломіна, Многі будуть стыкатися, мудреці, з таким, в надрах земли, На высоті неба, яке ще не було і неслыхано. І я тим буду говорити жителям землі, Ава Отче. Сила моя, вона продається в немощі, Амінь. Но коли серце смиряється і приходить перед лицом, Ібо многие пришли, осідлавши гординю свою, Амінь, Кроме неглайду стал мене. О, обезоруштись, Амінь, подійдіть к істочнику благодати, Ібо, якщо смиритись, якщо відкрите серце, Дух Божий, він зоділає свою роботу, Ні клої де ста берегломіна, Але якщо не відкрієш внутрінності своєї, Ти будеш таким же, як прийшов, Тільки приймеш усуждення. Время великої жатви на полях Господні. І як потрібно діла тіли раману з гібереглорміна, Як потрібно погемен сугломен молити небо для того, Щоби були посланники послани по двом азаніям. Время, время утекло, от которой було определено, Но це продовжительність ради тех, Которі його піють возле жертвенника. Духовний мрак, он настільки покриває народи і стани. І нині не тільки нужна религіозність, Нужна ж гімейсу гіберегламен, Нужна жертвенність і отдача. І якщо ти жертвенний на діло моє, Знай, придет і благословення з неба. Ібо, о Богі мене калту, гілбі лиштал мене, Нині багато познаній, Много крімірегламен закону, Але так мало благодати. А вона подається на землю, Ібо єсть определення того, Щоб ізобілія благодати І злилося в последнє время. І так нині Дух Божий іщет сусудов, Которі б були поставлені в Дома Господні, Которі б були крімана Сталміна Переплавлені і очищені. Особо нужна молодежь, Особо нужна молитва за той виноградник, Бо тому, що сатана пленіт Кримана гибели Сталміна. І так мало огня о том, Що пойду і понісу Господні. Так мало о Гермену Сталміна Говоріт серця від присутності. І нині, Криміна Сталміна, Не умолкайте, молитвеніки, А не сіте молитві і подвізання о том, Дабі Краману скіберегел туглор мене. Свет мій он проходіл в темній уголочці, І просвіщались серця. Скільки сьогодні вопіють пленіх, Скільки в'яжет враг, І нужна власть і сила. Амінь, Крамену гибереглор мене. І люди мечуться і тривожуться. Амінь, Курбеду Сталміна. Но рука моя, вона не устала милувати, Не устала випускати пленних на свободу. І нині на сьом місці скільки людей мучаються, Которі, Реміна Сталміна, находяться под югом, Которі стали пленниками врага. Но Дух Божий принес свободу, а в очі. Ірбеліць кіберегел туглор мене. Як важна удержать огонь в цьому служенні. Як важна, Реміна Сталмін, бить припоясаним. І так немалодушіствуйте, Ібо сила моя подається для завершення дела. Амінь, Амінь. Алілуйя, Реміна Сталміна. Алілуйя, слава! Слава тобі, Ісус! Ми тебе величаємо і дякуємо, що ти, Господи, почав уже своє шествіє. Алілуйя! Свільняй сьогодні, Господи, знімай ноши. Хай той камінь буде відвалений в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде воля для кожного. А в очі. Виливай твою благодать. Говори сьогодні, Господи, ми хочемо чути твій голос. Ти будь господаром сьогодні тут, в цьому служінні. Керуй ти, Господи, хай Дух Святий сьогодні скурує кожним серцем для слави твоєї. А тобі єдиному приносимо славу, чесі подяку. Возлюбив людей Спаситель, в тіле доказав, На кресі святі руки кожним уйдав. За Тебя в мене страдая, Умер он людя, Кровь святую проливая, Нам спасенье дал. Поистину Воскрес звучат слова, Поистину ожив Христос тогда, Поистину живет Христос всегда. Все греховное отвергнут, Принимай Христос, Его руки, Богу, Богу и счастья, Ты ищи всегда. Это радость, Это вечность, Путь на небеса. День Воскрес, Христос, Из мертвых, Веришь ты и я. Поистину Воскрес звучат слова, Поистину ожив Христос тогда, Поистину живет Христос всегда. В наших сердцах, Наши сердцах, Поистину Воскрес звучат слова, Поистину ожив Христос тогда, Поистину живет Христос всегда. Воскрес, Христос тогда, Поистину живет Христос тогда, Поистину живет Христос. Воскрес, Христос тогда, Поистину живет Христос тогда, Поистину живет Христос. Субтитры создавал DimaTorzok И пускай проходят годы, у нас бегут векам, Нашей жизни дни немногих путь свой выбирать. Иисус составит путь свой, а Ему пойдет, И пускай туманы наши мы Его найдем. По истину воскрес, звучат слова, По истину ожил Христос тогда, По истину живет Христос всегда. В наших сердцах, в наших сердцах, По истину воскрес, звучат слова, По истину ожил Христос тогда, По истину живет Христос всегда в сердцах. Слава нашему Господу, друзья дорогие, за то, что Господь, Он сегодня так милостив к нам, и мы благодарны Богу, и этот чудесный праздник, когда все воскресает, все расцветает, так все красиво, благоугает. Но самое основное то, что душа наполняется радостью от такой чудесной вести «Христос воскрес!». Я думаю, уже, наверное, вы за это время, наверное, сами с добрых несколько сот раз, может, уже сказали «Христос воскрес!» и сказали «Воистину воскрес!». И с каждым словом, с каждой этой вестью сердце наполняется радостью, потому что эта весть касается каждого лично, как никакая другая, потому что в воскресшем Спасителе есть шанс для каждого из нас. Благодарение Богу! И мы также желаем поделиться в песне с вами с этой чудесной вестью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Воскрес, чтобы нас оправдать, чтобы Духа Святого нам дать. Воскрес, чтобы мы с ним жили, завид его в сердце несли. Воскрес, чтобы зло победить, надею нам в сердце вселить. Воскрес, чтобы вернуть нам рай, тот светлый, божественный край. Аллилуйя Господу! Я дякую Богові. Моє серце радіє сьогодні, що я бачу таку велику кількість людей. А найбільше радію з того, що на це місце прийшов Ісус. Аллилуйя Йому! Коли ми сьогодні їхали на це місце, і видно, як люди з'їжджалися з усіх кінців, різним транспортом, різні номера здалеку. І питання Господі, а що їх туди вліче? А що їх туди кличе? Це ж великі затрати. Це велика кількість кілометрів. І відповідь одна – серце влічає до Господа. Дух наш хоче мати єднання з Духом Божим, єднання один з одним, тому що ми є одна родина Ісусі Христі. Слава Господу! Нехай ім'я Господнє буде прославлено. Я хотів би, щоб ми молилися на цьому місці, щоб ми кликали до Господа, щоб цей огонь Божий, він запалювався в багатьох серцях, щоб обновлялися жертвівники, щоб сьогоднішній день для багатьох став пам'ятним днем. Якщо ти на це місце приїхав або прийшов з проблемою, з переживанням, моє бажання, щоб ти вертався додому радіючи, сповнений Святого Духа. Можливо, у тебе вдома проблема, можливо, у тебе вдома якісь ситуації важкі, але я хотів би, щоб на цьому місці ти вже мав впевненість, що у твій дім зайшов Ісус. Алілуя йому! Я хотів би, щоб рука Господня утерла сльози очей заплаканих, щоб сьогодні радість Святого Духа була в кожному серці. Хай прославиться ім'я Господнє! Читаю один тільки віршик, книга Екклезіаста, дев'ятий розділ і восьмий вірш. Нехай кожного часу одежа твоя буде біла, і нехай на твоїй голові не бракує оливи. Місце Святого Письма, яке відоме для нас. Нехай кожного часу твоя одежа буде білою, і нехай не бракує оливи на твоїй голові. Я хотів би сьогодні зупинитися і декілька думок залишити для нас перед тим, як ми знову помолимося і будемо кликати ім'я Господнє. Вже сьогодні багато говорилося про воскресіння Ісуса Христа. Це є перемога, перемога Його над смертю, і та перемога є для церкві Його на землі. Слава Йому! Побіда Христа – це наша побіда, побіда над злом і гріхом. Якщо сьогодні ти не скористався цією перемогою, якщо сьогодні в тебе ще сумнів або боротьба продовжується, я хочу сказати, ця перемога саме для тебе сьогодні. І на цьому подвір'ї, де присутніє Дух Божий, ти можеш скористатися нею і прославити ім'я воскресчого Христа. Я хочу сказати сьогодні, дорога церква, дорогі християни, що для невісти Ісуса Христа ще одне вітання сьогодні з небес. Господь гряде! І церква відповідає гряди Господи Ісусе. Слава Йому! Ми в очікуванні Його! Він воскрес для того, щоб дати нам вічне життя. І скоро прийде, Його прихід вже близько. Все говорить про те, що Він дуже близько і прийде забрати нас. Але нехай кожного часу твоя одежа буде білою. Одежа та, яку дав тобі свого часу Ісус. Можливо, сьогодні вона заплямована. Можливо, сьогодні якісь пороки появилися. То є сьогодні засіб на цьому місці. Є сьогодні сила крові Ісуса Христа, яка може обмити одежу твою духовну. І ти підеш далі за Господом, прославляючи ім'я Ісуса Христа. Оскільки сьогодні людей, вони одягнені в одежу самоправедності. Вони сьогодні перед собою, перед Богом представляють діла свої, заслуги свої. Я добре зробив одне діло, я добре зробив друге діло. І з тим я можу пристати перед Господом. Але сьогодні я хочу сказати для нас відому нам істину. Ми не можемо оправдатися ділами нашими, наша правідність, як запачкана одежа. Але є сьогодні вістон білосніжний, який дає сам Господь для церкви своєї, для невісти своєї. Я пригадую слова однієї пісні. Хто ці спасені, звідки вони прийшли, білі одежі, де собі взяли. І там відповідь, Агнець їх кров'ю обмив. Алілуя! Не купили вони ці одежі за долари, за якісь заслуги, за якісь цінності. Агнець обмив їх кров'ю своєю і подарував їм цю білу одежу. І тому, де б ти не був, де б ти не був, як би ти, де б ти не жив. Бережи цю одежу, нехай на кожному часі. Вона буде білою, вона буде чистою. Тому що не знаєш, коли буде зустріч з Ісусом Христом. І друга половина віршика, я хотів би зупинитися більше над нею. І нехай не бракує оливи на твоїй голові. Що це за олива? Ми читаємо у священному писанні, як звершалося оливопомазання на царі, на священики. Але сьогодні церква нового заповіту, діти Божі християни, знають, що це за олива. Це є олива Святого Духа, яка дана для нас. Слава Господу! Воскрес, щоби Духа Святого нам дать. І ця обітниця для нас. Хай не бракує оливи на твоїй голові. Я бажаю провести декілька місць писання, коли забракувало оливи. І була велика проблема навіть з мужами Божими. Чомусь мені на думці муж Божий, священик Іллі, який служив в храмі. Який слідкував за порядком, який знав всі устави, який знав закон. І сталося в один момент, коли прийшла одна жінка, яка була скорботна духом. В неї було переживання, в неї була проблема. І горяч в душі її. Вона стала перед Господом, почала молитися. Молиться. Тільки уста шевеляться. А серце кришить до Господа. Вона прийшла з проблемою в храм. Вона прийшла перед лицем Боже, а священик Іллій слідкує за нею. Але, дорогі мої, я звертаю нашу увагу. Зачим слідкує священик Іллій? Біблія говорить, він слідкує за устами. За устами цієї жінки. Як вони шевеляться. Але на тому місці, там був присутній той, який бачив її серце. Алілуя. Священик Іллій, на тобі ж є помазання Боже. Чому ти не дивишся глибше? Ти дивишся тільки на одні уста. Ти дивишся поверх неба. А потім ще й вважаєш п'яною цю жінку. Де помазання твоє? Де відкриття від Господа? Де те, щоб ти бачив серце її? Але на тому місці був той, який бачив її проблему. І вона каже ні до священика. Я не п'яна, в мене є проблема. Розказує. А потім він її благословляє. Іди. І хай Бог тобі дасть відповідь. Дорогі мої братя, дорогі служителі церкви Христової. Час прийшов надзвичайно важкий для церкви. Духовна війна посилюється. Хай не бракує оливи на вашій голові. Не судіть поверхнево. Не дивіться на уста, які шевеляться. Подивіться, там душа проблемна. Там душа плаче. Там потрібна розв'язка. Там потрібна духовна допомога. Хто її може дати? Релігія не дасть. Форма не дасть. Де дух господній, там свобода. Де дух господній, там приходить олива на голову. Там приходить олива на серце. Там діє помазання Святого Духа. Хай не бракує оливи на твоїй голові. Якщо ти свого часу отримав помазання Святого Духа, що ти робиш з ним? Де той вогонь? Можливо, він згасає з кожним днем. Можливо, він тухне. Можливо, тільки киптить і дим один віддає людям очі. Сьогодні потрібно, щоб твій жертвівник обновив Господь і зійшов огонь Божий на цей жертвівник і прославився Господь. Нам потрібне помазання Боже. Я дуже люблю проповідувати про це, тому що потреба з кожним днем зростає. Для народу Господнього, для Церкви Ісуса Христа, для служителів, для всіх християн. Потрібно, щоб не бракувало оливи на їхній голові. Я хотів би ще деякі місця привезти з писання. Ми готуємося для молитви. Я віру, що сьогодні на цьому місці Бог буде посилати оливу Святого Духа. Якщо, можливо, сьогодні її так трошки осталося в твоєму серці, так трошки в твоїй посудині, і здається, ось-ось погасний твій світильник. Сьогодні на цьому місці Бог буде обновляти жертвівники, буде посилати свою оливу. Не пропусти цього моменту, бо він є тут. Алілуя! Бо він є тут. А можливо, тут є Ани, скорбящі духом. Можливо, там ззаді. Можливо, там на дорозі. Ви маєте проблему. Ви маєте переживання. Вас люди не розуміють. Можливо, найближчі друзі не розуміють. Є на цьому місці той Господь, який почув молитву Ани. Який почує твою молитву. І прийде велика розв'язка. І проставиш ім'я Ісуса. Я відчуваю, він прийшов на це місце. Алілуя! Облако Господнє зупинилося тут. Утримуй Ісуса. Скажи, останься зі мною. В мене є проблема. В мене є духовна війна. А можливо, є соні спокуса. Лжавчиня добирається до тебе. І ти не можеш стояти. Істині Господній. Проси Ісуса Христа. Хай останеться з тобою. Хай останеться в сім'ї твоїй. Діти йдуть світ. Хто їх може стримати. Хто їх може направити до Господа. Потрібна олива в домі твоєму. В родині твоїй. В церкві твоїй. Алілуя! Хай проставиться ім'я Господнє. Ще одне місце з писання. Ми готуємося для молитви. Іван Хреститель. Який свого часу сказав. Ось Агнець Божий. Який бере на себе гріхи світу. Який мав утвердження. Що той він той. Той, який мав прийти. А він був притечою. Але що сталося потім? Спочатку ревну проповідував. Це Агнець Божий. Проповідував про Ісуса Христа. Але що сталося потім? Через деякий час Іван в темниці. І посилає учнів своїх. Підій спитайте. Він той, який мав прийти? Чи чекати нам іншого? Не хватило оливи. Не хватило сили Божої. Іван небагато часу назад і показував рукою. І казав. Ось Агнець Божий. І це відкриття не було від Його плоті. Але це відкриття було звище від Отця Небесного. Він проповідував про Ісуса. Але сталося так, що переслідування, утиски, випробування. І в той момент не хватило оливи. Підій запитайте, чи він є той. Не усудив Його Ісус. Підій скажіть Івану те, що бачите. В сліпі прозрівають. Хромі ходять. Являється сила Господня в ісціленні. Восстановлені. І блажений той, хто не соблазниться про мене. Можливо, сьогодні в тебе олива оскуділа. Можливо, в тебе переслідування. Можливо, в тебе проблема і утиски. За ім'я Ісуса Христа. Чуєш? Ісус не хоче усудити тебе. Він хоче дати тобі оливу свою сьогодні. Щоб свідоцтво всередині в тебе було. І ти сказав, Ісус то є Господь. Йому я посвятив життя своє. Я буду вірний йому до кінця. Можливо, ще гірше буде. Можливо, ще важче буде. Я є християнин. Алілуя. Я є дитина Божа. На мені є олива святого духа. Християни, не встадайтеся цього імені. Не встадайтеся християнського життя. Не встадайтеся. Нехай через церкву звершається велика праця Господня. І ми бачимо інші моменти. Після воскресіння Ісуса Христа Марія не впізнала Його. Заслонило Ісуса перед очима її. І вона каже до нього, якщо ти взяв Його, думаючи, що це садівник, покажи мені, де ти положив. Я піду і візьму Його. Що заслонило Христа для Марії? Печаль, печаль, печаль на серце, печаль на лице. І вже не впізнало Ісуса. Можливо, сьогодні печаль на серці твоєму. І ти бачиш не Господа, діючого благодаттю своєю, але бачиш проблеми. Бачиш одні з сульози і неустройства в житті. Можливо, ти кажеш, немає жодного світлого дня в житті моєму. Я хочу сказати, що цю печаль хоче зняти Господь. Одна тільки печаль, яка раді Бога, вона приведе до покаяння. А печаль мирська, вона веде до смерті, вона веде до погибелі. Нехай би сьогодні радість цього духа прийшла в життя твоє. Ми будемо зараз молитися. Кого ти бачиш сьогодні в цьому собранні є? Можливо, бачиш тільки людей. Бачиш гурт, який співає. Бачиш братів проповідуючих. Я сьогодні хотів би бажати тобі, щоб ти бачив не садівника. Щоб ти бачив живого Христа. Щоб ця заслона, вона була знята з очей твоїх. Щоб це покривало було зняти з очей твоїх. І що перед твоїм образом, перед твоїми очима став цвітлий і чистий образ Ісуса Христа. Алілуя. Алілуя. Ми готуємося для молитви. Я хотів би, щоб зараз церква Господня народу Божий покликав до Бога і сказав, Господи, ми потребуємо твоєї оливи. Ми потребуємо, щоб на це місце прийшло твоє помазання Святого Духа. Щоб ми ще й взяли запас. Бо завтра не знаємо, що чекає. Можливо, тяжкі моменти. Можливо, тяжкі переживання прийдуть. Можливо, буде великий вибір в твоєму житті. Без помазання Божого не рішуйся цього питання. Теорія нічого тобі не поможе. Диплом нічого тобі не допоможе. Тобі потрібний живий Господь. Помазання Боже. Ми йдемо зараз до молитви. І наше прохання. Господи, перед тим, як ти візьмеш церкву свою на небо, вилий помазання Твоє в більшій мірі. Алілуя. Ми чекаємо пізній дощ, який би вилився в нашій церкві. Народ стомлений. Душі потребують лікування. А священники не бачать. Дивляться на уста, які шевеляться. І не далі. О, як потрібна олива. О, як потрібна дія Господня. Але я вірю по молитві церкви. По молитві народу Божого. По молитві тих, які випиють біля жертвівника. Буде діяти Господь. Буде робити велику працю. Релігія менеться. Формальність знищиться. А буде дія Святого Духа. І сили Божої. І Його Слова. Алілуя. Ми йдемо до молитви. Хтось тут, давайте ми встанемо в наші ноги. І скажемо, Господі, нам потрібна олива Твоя. Тому що день схиляється до вечора. Тому що церква, то я переживаю випробування. Алілуя. Хай проставиться ім'я Ісуса. О, сила Божа. Алва, о, ческій відвіженні. Ім'я Ісуса Христа. Алі. Благословення ісживаю, Ушаш, уші серцонарод мій, Кривідик, Лайден. Вось трепещі, Кривін, Акломавден. Вось шаші моєї благодати, Унайдет, не зіною, Кривін, Акломавден самінь. І ниня, ламавден самінь, Милос моя, Кривін, Акломавден. До многих сердець, Клев, декепадемінь. Даю по милосі, Кривін, Акломавден самінь. Народ, крой серце своє, Кривін, Акломавден. Ібо облакомо на том місці, Кломавден, Вдож благодаті зливається, Кривін, Акломавден. Бери в мягкі води, алілюя, Кривін, Акломавден. Запас, амінь. Міра, мінусь, конторі, міна штавді. Зв'язков, плакаю, многі в застоянні є. Бо тому, що з закритими серцями стоять на місці сьом. Коли потоки мої приготовлені, Коли пища преподається по вкусу, Коли время я дарував, як подарок для тебе народ, Лименоскенту Рамен. Але як ти оцінила це? Як ти приймаєш серце і внутріність в Рименоскенту Рамен? А я ісследую ныні Рименокелфу іштандес, А я ісследую багато серця. І в відговору Хелмендус, Як багато сьогодні опирається на свою праведність, Як багато сьогодні опирається на свої сили. А я, Гавру, Лименоскенту Рамен, А я все ж продолжаю роботу свою свершать, Я все ж продолжаю зливать свою елею, Рименокелфу Рамен, Да вумазити тебе, Рименокелфу Рамен, Да ти вразумел, Рименоскенту Рамен, Штовком сила, амінь. А у мене источники, А сила только у мене, Рименокелфу Рамен. Ібо тому уповай твердо на Рамену мою, Ібо как многим нужна развязка на місці сьом, Как многим нужна освобоження, Робідусканта Римен, Штовком сі, амінь. Ібо время благоприятне, Робідусканта Рамен, Ібо ти не обезпечивай себе народ, амінь. Но поднимай свій голос в молитві, Таби я саділа, Робідусканта Римену Штовдес, Таби я і злял я щопоток, І свої Рамен, тогісти Римену Штовдес, Потому що тут времена трудно є, І как нужен запас сіли для тебе, Как нужна для тебе Рименокелфу Римену Штовдес, Слова молитві. Ібо когда будеш отправляться, Тебе з моєї сіли, Нічто Крименокелфу Римену Штовдес, амінь. І вот не говорю, Стань у пролому молитві народ, Возови ко мне, доколе я є святвічаючий, Ібо время дяйства для меня, амінь. Ми дякуємо тобі, що ти воскрес, Щоб нас оправдати. Хто може оправдати людину? Тоді, коли диявол тисне виною, І каже, що немає вже ніякого виходу. Господі, то ти воскрес для того, Щоб оправдати. Алілуя! Я прошу тебе на цьому місці, Нехай буде подарована нова одежа народу твоєму. Алілуя! Алілуя! Нехай твої післяці ангели з неба Принесуть нову одежу Для тих людей, хто сьогодні духовно нагий. А ваотше! О, сила Божа! Примінила Одець! Алілуя! Алілуя! Ми дякуємо за відкрите небо, Ми дякуємо за те, що виливається олива твоя. Алілуя! Ми дякуємо тобі, Що виливається олива на священиків твоїх І на твій народ. Алілуя! Слава! Слава воскресшому! Слава грядучому! Слава розп'ятому! Слава живому! Алілуя! 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 Живи навіки вічні! Ото церква твоя, Господі! Ото твій народ, слава слові тебе! Це є подвиг душі твоєї! Подивися з висоти на без! І хай ця жертва буде прийнята! Алілуя! Алілуя! Благослови навіки вічні! А в той момент, Господі, Коли сходить поток твій повноводний, Торкайся, Господі, по ранних душ! Ти бачиш коворі душі! Ти бачиш рани душевні! І ім'я Ісуса! Хай прийде із цілення зараз! Алілуя! Хай прославиться ім'я твоє! Бо твій поток є повний води! Алілуя! Благослови навіки вічні! Виливай благодать на благодать! Алва, Отче! Дух Святий наповняй серця Ще більше і більше! Хай церква твоя готується Для переселу я! Алва, Отче! Ім'я Ісуса ми просим! Продовжуй тут працю, Господі! Нехай, Господі, ти пошлеш цю Оливу В сосуди твого народу! Нехай буде великий запас і наперед! Тому що важкі часи приходять! Ми потребуємо Твої сили! Благослови надальше цього служення! Ми дякуємо Тобі! Бо нам добре з Тобою! Амінь! ПЕСНЯ 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 Иисус Христос на веки смерть поправ, Он жизнь вечную и радость дарома дает воскресший Бог. Иисус Христос на веки смерть поправ, Он жизнь вечную и радость дарома дает воскресший Бог. Иисус Христос на веки смерть поправ, Он жизнь вечную и радость дарома дает воскресший Бог. Иисус Христос на веки смерть поправ, Он жизнь вечную и радость дарома дает воскресший Бог. Иисус Христос на веки смерть поправ, Он жизнь вечную и радость дарома дает воскресший Бог. Иисус Христос на веки смерть поправ, Он жизнь вечную и радость дарома дает воскресший Бог. Иисус Христос на веки смерть дарома дает воскресший Бог. Иисус Христос на веки смерть поправ, Он жизнь вечную и радость дарома дает воскресший Бог. иисус Христос на веке смерть поправ, Он жизнь вечную и радость дарома дает воскресший Бог. Слава Богу! Слава Богу! И я могу сегодня стоять перед вами и говорить вам о славе Божией. Я читаю из Евангелия от Марка, из пятой главы. И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. И когда вышел он из лодки, то сейчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковыми и цепями. Но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, скричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Слава Господу! Вы знаете, Иисус, следуя в Иерусалим, он ради одного этого человека, он пошел в страну Годаринскую, он переправился на другой берег озера для того, чтобы избавить эту душу, избавить от страданий. Был человек, много лет, его связывали цепями, он разбивал эти цепи, его боялись люди, его, наверное, боялись и не любили, по большому счету, собственные родители. И Иисус пришел, чтобы избавить его. Так и в мою жизнь пришел он однажды, чтобы освободить от этих цепей. И вот как этот человек жил в гробах, так и я, большую свою часть жизни провел в гробах. Вы знаете, я видел много кладбищ на Украине, в Белоруссии, в России, в разных странах. Это не гробы, поверьте. Там просто плоть, которая ничего не наследует. Настоящие гробы – это тюрьма. Это гробы, в которых похоронены людские судьбы. Гробы, в которых похоронены планы и мечты матерей. Это действительно гробы, в которых дьявол закопал тысячи душ. Но слава Господу, для Слова Божьего, как написано, нет уз. И он достигает погибших даже там. Вы знаете, всякая мать, она рождает свое дитя на доброе. Ни одна, я думаю, мать, родив ребенка, не говорит, или отец, что вот он вырастет бандитом, и люди будут плакать от него. Всякая мать говорит, что мой сын будет добрый. Может быть, он не будет проповедником. Может быть, он не будет пастром. Он будет хорошим человеком. Он будет счастлив. Его дети будут в радости. И моя мама родила меня на доброе. И она ночей не спала. И она говорила Богу, по-своему как-то говорила, Господь, дай ему счастье. Но я воспитывался на улице фактически. Как улица воспитывает? С 17 лет практически по тюрьмам. И сейчас мне 35. Из них 13 я просидел в тюрьме. И действительно, это было страшное время. Как тот одержимый. Меня сковывали цепями. Цепями законов. Цепями человеческих каких-то правил. Я сам себя сковывал этими цепями. Я говорил, что все, я начну все сначала. Я уезжал к вам на Украину. Я жил в Феодосии, в Джанкои. Я уезжал в Россию, в Санкт-Петербург. Еще в какие-то места. Я пытался убежать. Я говорил, я изменю друзей, и все изменится. Но ничего, грех, который внутри меня, он следовал за мною. От себя не убежишь. И меня снова связывали этими цепями человеческих приговоров. Я освобождался. Пытался снова что-то изменить. Но все продолжалось, как и раньше. В 20 лет я уже был отправлен на тюремный режим. То есть в тюрьме я уже был слишком нехорош. И из обыкновенной тюрьмы, усиленного режима, меня перевели на тюремный. И даже там я оказался нехорош, и меня перевели в одиночку. И сидя в одиночке, я попал в изолятор. И знаете, там Господь посетил меня в первый раз. Именно там, когда ты сидишь один, неделями, разговариваешь с мышами от одиночества, мне явился Господь. Как некогда писал Иеремия издали. Явился мне Господь и сказал любовью вечной, я возлюбил тебя. Как я жил. Я хоть и был в принципе бандитом, но я любил читать. Но, вы знаете, я когда-то прочитал у Достоевского, если Бога нет, то все позволено. Я так и жил. Я в это верил. Если Бога нет, то все позволено, значит сильный прав, значит богатому все можно. И вот сидя в этой камере в одиночке, людям вообще свойственно помогать друг другу. И мне из соседней камеры решили помочь. И через дырку в стене мне передали там груз, там были сигареты, было из еды кое-что. Но это было завернуто в бумагу и в целлофан. И я стал разворачивать эту бумагу. А вы знаете, Библию тогда никто не знал. Это были 80-е годы. О Библии ходили сказки, что это такая книга чудная, где написано все. Кто будет следующим президентом, когда будет конец света. О Библии ходили легенды. Но никто ее толком и не видел. Я тоже не видел. И я стал разворачивать эти пакетики. Смотрю какие-то бумаги интересные, разлинованные так на две части. И я стал читать эти бумажки. Я сложил, у меня получилось Евангелие от Марка и часть Евангелия от Иоанна. Вы знаете, этот человек из соседней камеры, он хотел посвятить, как он разумел благословить меня. Но через него Господь благословил меня своим словом. И я попросил у надзирателя, чтобы мне дали нитки. Я сшил это Евангелие. Я прятал его, чтобы во время обыска не нашли и не отняли. Я носил его с собой на прогулке, чтобы у меня его не забрали. И я стал читать. Я стал читать Слово Божие, которое говорило совсем не то, что было в моем сердце. Это Слово Божие говорило, что не сильный прав. А если тебя ударили в правую щеку, то подставь левую. Это Слово говорило, что если у тебя просят рубашку, отдай верхнюю одежду. Я говорил, Господи, неужели это правда? Неужели ты есть и ты придумал эти законы? Я говорил, конечно, если бы все были такими, было бы хорошо. Но я, я не смог бы так жить. Но Господь касался меня. Господь разговаривал со мною. И мне уже не было нужды разговаривать с обитателями моей камеры, с мышами или еще кто меня там посещал. Я говорил с Богом. И как мог я, наверное, обращался тогда к Нему. И Господь это заметил. В той книге, которая пишется там о каждом из нас, уже была поставлена какая-то галочка напротив моего имени. Господь заметил, что я обратился к Нему. Но пришло время, меня выпустили из одиночки. Потом меня выпустили. Я освободился. И я продолжал жить. Жизнью своей прежней. Друзья вернулись. Вернулась прежняя, прежний образ жизни. Я искал правды какой-то. Порой просыпаясь по ночам, я вспоминал то, что прочитал в этих листочках. И я говорил, может это и в самом деле так. Но вот эта жизнь, дьявол увлекал меня. И в итоге он привел меня действительно на последнюю станцию этих гробов. В 27 лет я уже был признан особо опасным рецидивистом. И это конечное. Дальше падать некуда. И ко мне на свидание пришла моя мама. Моя мама, которая плакала ночами. Которая платила большие деньги, когда я еще был несовершеннолетним, чтобы меня не садили. Раз, другой. Моя мама, которая готова была себя отдать на сожжение, чтобы ее сын был просто счастлив. И она пришла, она смотрела на меня через стекло и сказала, Андрей, я так рада, что ты в тюрьме. Я сказал, мама, что ты такое говоришь? Она говорит, слава Богу, Андрей, слава Богу, что ты в тюрьме. Я говорю, мама, ты плакала, ты молилась Богу, ты просила кого угодно из окон и Бога, чтобы меня не сажали. Что ты говоришь? Она говорит, Андрей, я понял, что из тебя никогда ничего не выйдет. Никто тебя и никогда не исправит. Но здесь я знаю, что ты жив. Я знаю, что тебя не убили и ты никого не убьешь. Я знаю, где ты находишься. Слава Богу, что ты в тюрьме. И я понял, что меня похоронили. Я понял, что родная мать поставила на мне крест и решила, что та судьба, которую она мне желала, для меня уже не сбудется. Но слава Богу, там, где дьявол ставит точку, Бог ставит запятую. Слава Богу, что именно у Бога есть намерение о нашей жизни. И Он нашел меня там, на конечной станции, на самом дне этого рва погибели. Вы знаете, когда я приехал на особый режим, мне уже было неинтересно вся эта жизнь, которая кипела вокруг меня. Мне неинтересны были эти разговоры, карты, какие-то понятия. Я уже все понимал, что это ложь. И я стал искать правды. Во Второзаконии Господь сказал народу Божьему, правды, правды ищи, дабы жить тебе в долголетии и овладеть землею. И вот я стал искать этой правды. И я вспомнил те листочки, которые когда-то читал в одиночке. И это уже было другое время. Библии везде продавались. К тому времени Господь благословил меня женой. Женой, через которую Он стал действовать. И я написал ей. И я попросил, чтобы мне прислали Библию. Мне привезли на свидание Библию, я стал ее читать. И одновременно с тем, как я читал эту Библию, Бог стал касаться сердца моей жены на свободе. И это было чудно. Она целые страницы, целые по полтетради писала мне о Господе. Я читал, может быть, что-то не понимал, но больше я читал Библию. И через слово свое Господь касался моего сердца. Я не замечал, что происходит вокруг. Я жил в камере, в которой было 14 человек. Камера примерно как эта сцена. Но я не видел людей. Полгода я не видел, когда день и когда ночь. Я был просто погружен в эту книгу. Проходило время. И я стал понимать, что это правда. Однажды я испытал Господа. И у меня был туберкулез, диссимилированный туберкулез легких. И мне было плохо, плохо дышать. И однажды мне жена прислала письмо, Андрей, ты должен бросить курить. Ты должен бросить курить, и Бог может тебе в этом помочь. Я не поверил, но я думаю, многие из вас молились этой молитвой язычника. Господи, если ты есть. И я сказал, Господи, если ты есть, если ты воскресил Лазаря, которым я читал, если ты сделал все те чудеса, которые я вижу в Библии, сделай для меня это малое. Освободи меня от этого, потому что я сам не смогу. И я лег спать. И когда я проснулся, я ничего не почувствовал. Прошло недели три, наверное, когда ко мне подошел человек и сказал, слушай, ты что, курить бросил? И тогда я вспомнил, что когда-то я курил. Три недели почти. Бог закрыл мой разум, закрыл мои глаза, мое обоняние. Я не видел, что курят вокруг. Я не видел, я не хотел. Бог просто вынул из меня эту привычку и выбросил. Слава Богу. И впоследствии я узнал, что Бог исцелил меня от туберкулеза. Наверное, это было в тот момент. Слава Ему. И вы знаете, тогда я уже понял, что Бог реален. Что Бог не просто на иконах, которые была у меня на тумбочке. Что Бог не просто на кресте, который висел у меня на шее. Бог живой. Бог действующий. Тот Бог, который освободил этого бесноватого из страны Гадаринской, он вчера, сегодня и вовеки тот же. И он пришел ко мне в эту камеру. И наступил тот день, когда я ночью стоял во дворе в беседке, упершись лбом в столбик и плакал. И говорил, Господь, я верю, что это правда. Я понял, что все, что здесь написано, правда. А если это так, то я погиб. Мне нужно спасение. И я просил его, чтобы он простил меня. Я просил его, чтобы он просто изгладил мои грехи и беззакония. И я имею это утверждение. Он простил. Он простил. Вы знаете, мы прощаем по-своему. Порой или с женой как-то поспоришь, или еще что-то. И потом помиришься, простишь. Но нет-нет, и вспомнишь. Вот я же простил тебя. Бог не вспоминает. Бог никогда мне не напомнил о том, что я делал когда-то. Бог прощает. И прошло время. Меня привели на строгий режим уже с особого. Это такое послабление. Благословение такое своего рода. И Господь, я видел великие дела Божьи. Я видел, как Господь по молитвам исцеляет. Как раны затягиваются на глазах. Я видел воскрешенных Господом людей. Но самое великое чудо, я видел обращенные сердца. Я видел, как бандиты, люди, на руках которых кровь. Я видел, как эти люди становятся на колени и плачут перед Богом. Как они отдают свои сердца Ему. Мы проповедовали больным СПИДом, и эти люди каялись. Мы проповедовали преступникам, которые осуждены на пожизненное заключение. И эти люди отдавали свои сердца. Хотя, может быть, в своем ожесточении и в обиде на Бога они были немножечко закрыты. Но я видел, как Бог действует в этой среде. Я говорил, как говорил брат Василий, тем, от которых я вышел. Я говорил им о Боге. И Господь производил свою работу. И прошло время. Мне пришлось освобождаться. Я очень боялся. Я очень боялся свободы. Я не знал, что со мной будет. Я знал, что это искушение. И я молился Господу. Я сказал, Господи, что мне делать, чтобы не грешить? Я не хочу грешить. Я не хочу греха. Я боюсь греха. Я очень боялся греха. И однажды я молился, и Господь сказал мне, ты умрешь. Я опешил. Это было, как ведро холодной воды. Я сказал, Господи, зачем? Ты спас меня. Ты искупил меня. Ты дал мне будущность. Господи, я не хочу умирать. Я хочу жить. Но Бог сказал, ты умрешь. Это был приговор. Я плакал. Я плакал неделями. И выходил ночью из барака. Я стоял на коленях. Я говорил, Господи, я хочу жить. Я молодой. Я хочу, чтобы у меня были дети. Я хочу, может быть, попросить прощения у тех людей, которым причинил зло. Я хочу что-то исправить. Господь, я хочу жить. Но Бог говорил, ты умрешь. И однажды, это было уже несколько недель до освобождения, я молился, я читал Писание, читал послание к римлянам. Я читал о том, как Павел пишет об этой борьбе, постоянной борьбе плоти и духа. И я прочитал о том, что мы должны умереть. Мы должны умереть для греха. Мы должны сораспяться Христу. Дабы познать Его и силу воскресения Его, дабы воскреснуть, нужно умереть. И я молился, я прочувствовал всем сердцем это слово. Я сказал, Господь, я хочу умереть. Я хочу умереть. И Бог сказал, вот, сейчас ты умер. Умер, чтобы жить. Слава Господу. Слава Ему. И когда я освобождался, знаете, Яков писал, Яков молился Богу, и он говорил, что с посохом Сим я пересекся Иордан. Господи, с посохом Сим я пересекся Иордан. А теперь у меня два стана. И вы знаете, у меня не было ничего, у меня был посох. Посох Иисус, на которого я мог опереться, только на Него. А теперь у меня два стана. У меня есть семья, благословенная семья, которая славит Господа. У меня есть семья огромная, людей, искупленных кровью Христа. Все вы, Церковь Бога Живого. Слава Ему вовек. Я благодарю Господа. Я хочу сказать, может быть, тем, кто уже потерял надежду, кто имеет таких детей, таких мужей, какими был я. Бог есть Бог надежды. Не опускайте рук. Бог может освободить, исцелить, исправить любого. Благослови вас Бог. Аминь. Устал ты по жизни шагать, Ты Бога успел повидать, Дань Боги успел ты отдать, Но только ее не догнать. Успел ты поесть и попить, Успел ты губить и любить, Успел ты кумирам побыть, Но душу не смог насыть, Ты ничем и никак. Ты вновь, как ботра, Заломанный грошь, За престижную ложь ты себя продаешь. Неужели приятно тебе Каждый день в суетной кухерме, Понимая смольщиной мечте, Кладать в нобрость греха, Ты, постой, агонис назад, Где сияет Эдемский сад, Где, как другу Христос, Тебе рад, Ожидает тебя. Ты в детстве пытался узнать, Планеты успел кто создать, И птиц научил кто летать, И солнце на небе сияет. Когда ж ты успел стать другим, Планцу равнодушным чужим, Ведь ты и прочел, и крадив, Умол наделенный любви, Он оставил престол, На землю сошел, Затем с толкоты, Затем я, чтоб нести Смерть в болезни грехи. Неужели приятно тебе Каждый день в суетной кухерме, Понимая смольщиной мечте, Падать в нобрость греха, Ты, постой, агонис назад, Где сияет Эдемский сад, Где, как другу Христос тебе рад, Ожидает тебя. Вот пронесутся года, Учится любовь небесна, Стирая ты серая мгла, Опутает старость тебя. Живить, чтоб потом не жалеть, Горить, чтоб горя не сгореть, Собою умей ты владеть, По том, чтоб не плакать, А ведь, слов встречая Христа, Смотреть им в глаза И быть с темноты, Как видеть от земли, Звезды вручат венцы. Неужели приятно тебе, Каждый день в суетной путеме, Поднимаясь в большимой мечте, Падать в нобрость греха, Ты, постой, агонис назад, Где сияет Эдемский сад, Где, как другу Христос тебе рад, Ожидает тебя. Неужели приятно тебе, Каждый день в суетной путеме, Поднимаясь в большимой мечте, Падать в нобрость греха, Ты, постой, агонис назад, Где сияет Эдемский сад, Где, как другу Христос тебе рад, Ожидает тебя. Зараз ще будем слушати пісню, Але я там попрошу біля клуби, Я розумію, що тісно, Але хотіли шить квіти. Не робіть асфальт, добре? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я вас вітаю сьогодні зранку В ім'я нашого воскресшого Господа, Ісуса Христа. Ми хочемо подякувати вам за те, Що запросили нас і дали нам можливість Прийняти участь В цьому прекрасному святкуванні Воскресіння Господа нашого, Ісуса Христа. Вже протягом багатьох років В нас є привілегія Приїжджати і відвідувати Прекрасних людей на Україні. І як уже сказав пастор, Ми любимо вас дуже сильно. Я хочу, щоб ви знали, Що церкви в Америці молилися за вас. Коли у вас тут відбувалися вибори, Церкви в Америці стояли за вас в молитві. І ми знаємо, що Боже благословіння Є над цією великою країною. Як сказав пророк Йоїль, Що в останні дні Бог виліз свій Дух на всяку плоть. І це також включає людей на Україні. Це найкращі дні, які були В церкві Господа Ісуса Христа. Господь дійсно благословляє Свій народ по всьому світу. В цей час, час святкування, Я хочу поділитися з вами Божим Словом. Коли Ісус прийшов на землю, І Він віддав своє життя За людей таких, як ви і я. І Він пішов назад до Отця. І Він сказав, Я повертаюся назад Для того, щоб взяти Свою церкву до себе. І сьогодні ми дійсно святкуємо Воскресіння нашого Господа. Але ми це святкуємо Не тільки раз в рік. Ми святкуємо це кожен день, Весь рік. Я мав таке благословіння Побувати в Єрусалимі декілька разів. Піти подивитися на гроб, Де був наш Господь. І я хочу запевнити вас сьогодні, Що там нікого немає. Гріб він порожній. І тому, що Він є живий, Ми також живі. Я знаю, що деколи нам здається, Що церква Ісуса Христа – Це невелика церква. Але в Євангелії от Матвія, 16 розділі, Коли Господь говорив З Своїми учнями, Він сказав одну велику річ. Він сказав Петру, Я побудую свою церкву. І Небесний Отець, Він послав свого Сина Ісуса Христа На землю з великою метою. Він дав Йому важливу місію. Ісус сказав, що Він побудує церкву Для Отця Свого. І зараз, протягом двох тисяч років, Бог виконує Своє Слово. Він рухається по всьому світу, Виконуючи те завдання, Яке дав Йому Отець. І тут також, народі України. Господь сьогодні, Він працює. І Він використовує людей, таких як ви, Для того, щоб виконати свою місію на землі. Не тільки тут, в Україні. Але Він буде посилати декого з вас в інші народи. Ми вже були в інших народах. І ви є частина великої церкви. І ця церква завжди була переможною церквою. Диявол намагався розруйнувати її ще з самого початку. Але церква Господа Ісуса Христа, вона не піддається ніяким атакам. Ми є частиною церкви, яку сатана ніколи не може зруйнувати. І кожен день ми стаємо сильніші і сильніші. Ви можете думати, що тут, в Україні, ми тільки невеличке зібрання віруючих. Але ви є частина великої, величезної сім'ї, яка по всій землі. Бог сьогодні рухається по всій землі. Сьогодні прийде 170 тисяч людей до Господа. Прийме Господа своїм Спасителем. Десь на планеті Земля. 54 тисячі людей на земній кулі сьогодні будуть хрещені Духом Святим. І в багатьох народах будуть відкриті сотні нових церков. Я хочу сьогодні, щоб ви знали, що ви є частина великої сім'ї. Сім'ї воскрешого Господа Ісуса. І я благословений бути місіонером. Минулого лютого. Господь допоміг мені відзначити 50 років праці як місіонера. Зараз мені 75 років. І я до сих пір їжджу по світу для Ісуса. Тому що воскреший Господь, Він є мій Господь. І я хочу підбадьорити всіх молодих людей, які є тут сьогодні. Відповісти на прикликання Господа Ісуса. Іти по всьому світу. І проповідувати Євангелії кожній тварі. Я мав привілегію відвідати багато країн. І я хочу з вами поділитися деякими свідоцтвами. Сьогодні в Китаї тільки протягом сьогоднішнього дня 22 тисячі людей прийдуть до Ісуса Христа. І це та нація, той народ, де християн переслідують. Багато віруючих вони зараз віддають своє життя за віру в Ісуса Христа. Але Церква Божа також в Африці По всім народам Африки сьогодні 20 тисяч людей прийде до Господа. В мене була привілегія багато разів проповідувати в країнах Африки. І величезні натовпи людей збираються там, так як ви зібралися сьогодні. Щоб послухати Євангелії Господа Ісуса Христа і відповісти, віддавши своє життя Йому. В Південній Америці сьогодні 17 тисяч людей віддадуть свої серця Господу. Велике пробудження сьогодні відбувається в Південній Америці. Саме більше пробудження, яке коли-небудь було в історії людства. Зараз відбувається в Бразилії. Тільки одна деномінація в Бразилії, яка любить Господа Ісуса Христа, нараховує 22 мільйони членів, віруючи. Тому відчуйте себе сьогодні частиною великої Божої сім'ї. І з кожною годиною, і з кожним днем ця Божа сім'я стає все більшою і більшою. Я вірю, що сьогодні це є день пробудження тут також. Тому що люди, які ми ніколи не думали, що вони відповідять на Євангелію, вони сьогодні відкривають свої серця і приймають Господа Ісуса Христа. Тому що Господь, Він є могутній Спаситель. І Він любить людей, яких Він створив. Біблія говорить, що земля, вона опускається перед Христом. І немає народу, який більший за інший народ. Жодний христианин не є більшим за іншого християнина. Господь любить нас всіх одинаково. Чи ми маємо чорну шкіру, чи білу, чи темну шкіру. Чи ми є багаті, чи бідні. Чи ми маємо гарну освіту, чи взагалі не маємо освіти. Господь помер, щоби спасти нас від наших гріхів. І сьогодні ми є частина великої армії. Армії Воскресшого Господа. І ця армія рухається сьогодні. І сьогодні найбільша битва відбувається не в Іраку. Найбільша битва сьогодні відбувається між силою добра і силами зла. І ми на стороні добра сьогодні. Тому давайте піднімемося. Давайте будемо стояти за Україною. Давайте будемо проголошувати Євангелію Господа Ісуса Христа. Більше, чим ми це робили раніше. Давайте будемо виховувати наших дітей. Господнім шляхом. Сьогодні час, коли ми повинні святкувати Воскресіння Господа Христа. Віддавати Йому честь. Славити Його. Піднімати Його, привозносити Його ім'я. Ми сьогодні повинні піднімати, прославляти Господа. Давайте прославимо Його за те, що Він є Воскресший Господь. Давайте підтамо Йому всю славу і всю честь і всю подяку. Халілуя! 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 Це єдине слово, яке звучить одинаково по всьому світу. Слово «Халілуя». Я вибачаюся сьогодні, що я не можу говорити вашою мовою. Але коли ми всі прийдемо при лице Господні, ми всі будемо говорити одною мовою. Тому Боже благословіння є сьогодні над вами. Боже благословіння сьогодні є над вами. Тому моліться за нас в Сполучених Штатах, так як ми молимося за вас тут в Україні. Я люблю вас сьогодні всім моїм серцем. Боже благословіння вам. Слава Богу! Пройдуть годи, І постепенно Все унесуть Путем своїм. А та удали В красе Нетленной Стоит святой, Святой Йерусалим. К тебе спешу душой, Хочу, хочу Домой. И быть всегда С Тобой Йерусалим. Забуду всю печаль, Земли Нечуть Не жаль, Уйду В святую Даль Йерусалим. К тебе спешу Душой, Хочу, Домой. И быть Всегда С Тобой Йерусалим. Забуду Всю печаль, Земли И не жаль, Уйду В святую Даль Йерусалим. Христос там Царь Первосвященник, Все Озареное Пред Ним. И я Свободен И волей Пленник, Войду В святой, Святой Йерусалим. К тебе Спешу Душой, Хочу, Хочу Домой. И быть Всегда С Тобой Йерусалим. Забуду Всю печаль, Земли Нечуть Не жаль, Уйду В святую Даль Йерусалим. К тебе Спешу Душой, Хочу Домой И быть Всегда С Тобой Йерусалим. Забуду Всю печаль, Земли Не жаль, Уйду В святую Даль Йерусалим. Вокруг Него Сады Белеют, Поет Там Сауны Герувим. И все Хрустальные Аллеи Ведут В святой, В святой Йерусалим. К тебе Спешу Душой, Хочу, Хочу Домой. И быть Всегда С Тобой Йерусалим. Йерусалим Забуду Всю печаль, Земли Ничуть Не жаль, Уйду В святую Даль Йерусалим. К тебе Спешу Душой, Хочу Домой, И быть Всегда С Тобой Йерусалим. Забуду Всю печаль, Земли Ничуть Не жаль, Уйду В святую Даль Йерусалим. Уйду В святую Даль Йерусалим. Праздник 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 Слава Господу. Слава Господу. Я дуже радий бути сьогодні з вами тут. Україна – це мій другий дім. Це вже третій раз, коли я на такому зібранні тут, в церкві. І я хочу, щоб ви мене тут почесним членом церкви взяли. Щоб я також міг мати свою церкву в Україні. Сьогодні прекрасний день, правда? І він прекрасний, тому що ми служимо воскресшому Христу. І він сьогодні є живий. Я відчуваю його в моєму серці. І я бачу його на ваших обличчях. І я відчуваю славу його присутності тут, на цьому місці. Він проситься членом, та я погарачиваю. На Україні він побудував молитовний дім, так що є церкви. На мене проти теж прийняти. Сьогодні це вже друга Пасха в цьому році для мене. В Америці ми святкували Пасху в кінці березня. І я думаю, що я тепер кожен рік буду два рази святкувати Пасху. Тому що це прекрасно пам'ятати те, що зробив для нас Ісус. Пастор Хью говорив про це, що Ісус помер для того, щоб створити церкву по всьому світу. Але я хочу поговорити про ще щось, що він зробив. Ісус помер не тільки за весь світ. Він не тільки воскрес, щоб створити велику церкву. Але він воскрес для того, щоб жити в моєму серці. І в моєму житті, і в вашому житті. Я хочу сьогодні поговорити про Ісуса у вашому житті. В моєму служінні було декілька разів, коли Господь давав мені Слово у сні. Приблизно півтора роки тому назад. У мене був дуже незвичайний сон. І я хотів би розказати вам про нього. У моєму сні я бачив, як людина, яку я дуже люблю, померла. І моє серце, воно дуже було сумним через цю смерть. І моя сім'я почала готуватися до похоронів. І коли ми готувалися до похорону, в моєму сні, мій наймолодший син, він пішов до лікаря. І зовні мій син виглядав дуже здоровим, добре виглядав. А коли він пішов до лікаря в той день, лікар вийшов і сказав, в мене для вас є дуже погана новина. Він сказав, хоча ваш син і виглядає дуже здоровим, насправді він є дуже хворий. І це тільки може через кілька днів ваш син буде відчувати дуже велику біль. А потім він помре. І я нічого більше не можу зробити. Моє серце вже було роздавлене через смерть того, кого я любив. Але коли я знав про свого сина, це вже більше, чим я міг винести. Моя дружина і я ми плакали і плакали. І коли моєму сину почало ставати гірше, і він почав відчувати біль в своєму тілі, ми вже не могли просто стояти і дивитися, як він страдає і як йому боляче. І в моєму сні я зробив щось дуже незвичайне. Я прийняв рішення, що я поховаю свого сина, поки він все ще живий. Щоб доктор просто усипив його. І потім ми його покладемо в гріб. І в той час, коли в нас будуть похорони цієї іншої людини, яку я любив, яка також померла, ми також будемо мати похорони для мого сина. І прийшов вже час похорон. І мій син, він зайшов у гріб. Доктор зробив так, що він заснув. І почалися похорони. Моє серце, воно було роздавлене. Я постійно плакав. Але десь всередині цієї церемонії, коли проповідував проповідник, щось торкнулося мого серця. І я встав свого сидіння. І я підбіг до гробу, де був мій син. І я відкрив цей гріб. І я забрав звідти свого сина. І я почав кричати. Це ще не є кінець. Це ще не кінець. Бог може спасти мого сина. Бог може підняти мого сина. І в той момент я прокинувся від свого сну. І Господь проговорив ці слова в моє серце. Він сказав, не ховай свого сина до того, як він мертвий. Не ховай свого сина до того, як він помре. Я почав думати про ці слова. І Господь нагадав мені одне місце з Писання. Я пам'ятаю, як цар Давид. Коли він згрішив з Вірсавією. Він убив її чоловіка. З Курію. І Писання говорить, що пророк Натан прийшов до Давида. І сказав, Давид, ти згрішив. І через те, що ти згрішив, дитину, яку народить для тебе в Вірсавії, не буде жити, але помре. Пам'ятаєте цю історію, так? І Давид почав плакати перед Богом. Біблія говорить, що слуги старалися принести їжу для Давида. Але протягом семи днів він плакав, він молився за цю дитину. І коли нарешті ця дитина померла, Давид піднявся, він омив себе. І він пішов і їв. І всі люди дивувалися, вони говорили, що це дуже незвичайно. Вони сказали, Давид, поки твій син був живий, і ти плакав, і тобі було сумно. А зараз, коли твій син помер, ти омив себе, і зараз ти їш уже. Вони сказали, Давид, чому ти так робиш? Давид їм так відповів. Він сказав, поки мій син був живий, я мав надію, що Бог в своєму милосерді спасе мого сина. Що Бог буде милосердним до мене. І в цей час я нагадав собі, що дуже багато разів в нашому житті, якщо ми не є обережні, ми ховаємо в нашому житті те, що ще не є мертвим. Ми ховаємо людей в нашому житті, яких ми не повинні ховати. Ми здаємося в тих ситуаціях, коли ми ще не повинні здаватися. І в такому великому натовпі є багато тут жінок. Можливо, вдома ваш чоловік він не служить Господу. Можливо, він багато п'є. І ви молитеся за нього. Ви плачете за нього. Але здається, що ніколи нічого вже не поміняється. Я говорю вам, мама, не ховай свого чоловіка. Не здавайся. Тому що Бог може ще рухатися в ньому. Бог достатньо сильний, щоб підняти його і зробити з нього Божого чоловіка. Може, в тебе є діти, які живуть в світі. Може, в тебе є син, як ті молоді люди, які були тут сьогодні. Але може він в тюрмі. І я кидаю тобі виклик. Не ховай його занадто швидко. Не здавайся. Бог, він є господом навіть в тюрмі. Бог є господом тих, хто приймають наркотики. І Бог може привезти твоїх дітей додому. Він ще може зробити з них проповідників. Він може використовувати їх сильним чином для своєї слави. Можливо, тут є людина. Яка хотіла служити Господу. Але ти щось зробила погане перед Богом. Може, щось сталося в твоєму житті. І ти думав, що це вже все закінчилось. Але для Бога нічого не закінчує. Бог може пробачити, простити тобі твоє минуло. І Бог може дати тобі майбутнє. Бог може підняти тебе. Тому що, поки Бог, Він живий. Є надія для твого майбутнього. Не ховай це до того, поки вона не померла. Можливо, лікарі тобі сказали, що все дуже погано. Може, лікар сказав тобі, що ти вже не будеш жити. Але я говорю тобі, що Бог, Він сильний. Цілити тебе, від якої хвороби ти б не мав. Не ховай своїх дітей. Не ховай своє майбутнє. Не ховай своє служіння. Не ховай своє здоров'я. Тому що Ісус Христос, Він живий. І Він може піднімати мертвих. І тисячі років тому Він вийшов з боку. Щоб ми могли мати життя. І щоб ми могли мати життя зі збитку. Не ховай занадто швидко. Може, є хтось тут сьогодні. І ти ще не віриш Христа. Може, ти думаєш, що я багато зла зробив. Може, ти ховаєш своє власне життя. Але я говорю тобі сьогодні зранку. Те, що Ісус сказав Лазарю. Вийди, вийди з гробу. Стань і живи сьогодні. Ісус може простий тобі твій гріх. І дати тобі вічне життя. В тебе є надія в ньому. Немає нічого неможливого для того, хто вірує. Тому ми святкуємо Пасху. Тому ми святкуємо Воскресіння. Тому що Він живий. Я живу. Ви живете. Ваші діти живуть. Ваші батьки живуть. І Україна живе. І світ живе. Тому що Ісус Христос Їн живий сьогодні. Аллелујя. Слава Господа. Да йому славу йде. Аллелујя. Аллелујя. Чи я можу помолитися зараз? Дуже швидко. Я не пришел для всех Я пришел сегодня для одния человека Я пришел для одния человека в этом натовке Ты уже готова, что готова и что-то поховать Но это еще не мертвое Тому встань в свое место, так как я это сделал в своем сне И бежи до этого гроба и возьми звезти то, что ты поховал И скажи тому, кого ты поховал И верь, что Бог Я хочу помилиться за одну людину Я знаю, что есть, как минимум, хотя бы одна людина, до кого Бог говорит это слово Может, есть больше, чем одна людина Но если бы только одна такая людина сегодня Вы бы сказали, пастор Я уже сейчас что-то хожу Но это еще не мертвое Но мне очень больно Мне очень больно Я уже готова сдаться Но я не хочу сдаться Помолись за меня, пастор Я хочу, чтобы такая людина подняла руку свою Если вы это человек Поднимите свою руку Если вы такие люди Поднимите свою руку, не ховайте это Слава Господа Я хочу молиться за Тебе Я хочу молиться за Тебе Я хочу молиться за тих, за всех, кто подняла руку Поднимайте свои руки Давайте будем молиться за Тебе Давайте будем молиться за Тебе В каждой безнадейной ситуации В каждой безнадейной ситуации Сила воскресенья Сила воскресенья Сила воскресенья Сила воскресенья Поднимайся сегодня на этих людей Дай им hope, О Lord Jesus Господь Иисус, дай надежду И чтобы они жили сегодня И чтобы они жили сегодня Сила воскресенья Та сила, которая подняла Чтобы они жили И не померли Мы дякуем и слава Тебе, Господь Видаем Тебе всю славу В имя Иисуса Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе, Господь Слава Иисусу Аллилуйя 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 Степ широкий Ростелив Ген до небо краю По миш трап Посохлих вітер Гірко завиває Сонце Випалило Степ Ни води Краплини По степу Юнаки Два ранній Свитині Сонце Випалило Степ Ни води Краплини По степу Юнаки Випалило Випалило Сонце Випалило 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 Боже Що ж я Наробив В ту лиху Годину І розніться З Тебу Крик Блудної Дитини Долеш Моя Долеш Моя Долеш Що мені Діяти Як прийти Як прийти до батька Тим Що йому сказати Долеш Моя Долеш Розделиться Степом Хто ж Мене Такого Знов До Дому Прийти Скільки Горя Скільки Слід Зазнав На чужині Прости Батько Тяжкий Грік Ти Свої І Дитині Серце Кров'ю Облилось У Старого Батька Сльози Щастя На очах Я ж Бостина Бачу Сину Рідний Сину Ти ж Моя Дитино Краще Шати Подягнись Стару Светину Сину Рідний Сину Ти ж Моя Редино Обігу Міцніше Я Завуду Правею Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Я дивлюсь на це багато національне зібрання І вдячний Богові, що Він нас не залишив сиротами Ми напоєні Духом Святим Йде зібрання в одному напрямку І Бог виливає своє благостовіння Ще пройшло трохи часу, ще трошки пройде Може тих декілька годин чи годину І ми розійдемося з цього місця І візьмемо з собою те, що ми встигли взяти в цьому зібранні Підемо по наших дорогах Життєвих дорогах Я так хотів би висказатись А там буде Переживання А там будуть якісь труднощі І у тому всьому буде нам необхідна сила Божа Щоб дійти до вічності І бути неушкодженим І одяг щоб був не заплямований Це зібрання не є простим Якби хтось цього один організовував Ви знаєте напевно цього не було б Але тут організатором основним є Дух Святий І Він производить в нас хочення і действо по своєму ізволенню Виложив бажання в наше серце Взяв Він одного разу Син Божий ключі ада і смерті в свої руки Сьогодні нам читалось тут на цьому місці І велику владу Він сьогодні має на землі і в цьому зібранні Написано в Його руках життя і дихання і все В Його руках є наше життя Наш дихальний апарат сьогодні працює по Його волі Алілуйя Ісусу Читаю Слово Боже, яке записано Іван Ілія Марка 16 розділ 14 гірша Нарешті з'явився Він одинадцятьом Коли ті возлежали і докоряв їм за невір'я та твердіння серця Тому що не повірили тим, які бачили Його воскреслого І Він сказав їм Ідіть по всьому світу і проповідуйте Іван Ілія всьому творінню Хто увірує і охреститься, буде спасений Хто ж не увірує, той осуджений буде І такі ознаки будуть супроводити тих, що увірують в ім'я моє Будуть виганяти демонів Будуть говорити новими мовами Будуть брати руками змій І коли випів щось смертоносне, воно не пошкодить їм Будуть класти руки на хворих І ті будуть стілені То є обіцянка Сина Божого Після воскресіння, коли Він з'явився Для учнів, навіть написано для тих, які Не повірили, коли сказали, що Ісус воскрес Ті, які були рядом, які бачили нараз чудеса Його Бачили те, що Він творив і казав, що я вже недовго буду з вами Я піду до ця Мені належить пострадати, та цього дня я воскресну І для них одного разу Він сказав, я зачитував Ідіть проповідуйте Євангелію всьому творінню Хто буде вірувати і окреслиться, спасений і буде Іти і проповідувати не є так просто та легко Іти і проповідувати, то треба, щоб і Єлєй не оскудівав на голові твоєй Сьогодні нам говорили в цьому зібранні Ми маємо право сьогодні, ніхто інші, але ми маємо право Провірити, чи є Єлей на моїй голові Чи я можу йти проповідувати вже сьогодні Сьогодні нам добре бути тут, всі разом молимося Сьогодні ще до вечора роз'їдешся І підеш, і тобі треба, щоб на твоїй голові був Єлей Божий, помазання Боже Я хотів би чомусь так мені пригадатися Муж Божий, пророк Божий Ілія Одного разу для тих беззаконників, я так скажу Які настроїли дещо неважно і гнівили Господа Він сказав, не буде дощу, а сам і десь скривається Ви думаєте, так просто було для нього сказати Так, говорить Господь, не буде у вас дощу А самому йти в убежище Хаватися, проходять роки Він там скривається біля того потоку П'є воду Кормять його пташки Яких Бог посилав І вдруг поток пересихає У мене було питання, Господи, чому поток пересох Чому? Але він каже, іди В інше місце до Вдови В Сарепто-Сідонську Я буду там кормити тебе Іди Але я сказав би, щось він не забув біля того потоку Про що навіть не написано Але я так на основі Слова Пожого щось пізніше скажу Навіть в цій хаті Коли він казав, що так говорить Господь, що мука Не обуде масла, не обуде їжа в цій хаті Бо так сказав Господь І це сталося Люди там були беззначні Але і їх Бог прокормив І там він щось не забув І одного разу, коли Бог сказав Іди покажись до Ахава Виходить І устрояє жертвеник І він не забув Як правильно встановити жертвеник Господін З парамана Мінаудиш Були труднощі, поток пересихав Бог указував інше місце І при тих всіх труднощах проходили роки Але він не забув Як взяти тих 12 камінь і положити по числу колін Ізраїля Вилити воду, викопати рів І сказати, Господь, я зробив по Твому слові Дух Святий З парамана Мінаудиш Алілуя Ви пам'ятаєте інший момент Коли Бог вів своїх людей з Єгипту Що там було між ними? Були падіння Були настіження їх, коли падали смерті багато людей Але Бог від них не відняв Стоп вогняний та облачний Проходив він поміж людей, люди бачили На сьогоднішній день Стоп вогняний не є відняти від народу Божого Сьогодні хмара надвигається Згущаються чині, про що говорилося Але стоп вогняний Жива церковь існує Вона живе Господом Огонь не прекращається Але ти маєш право сьогодні Побачити, чи ти вмієш правильно Востановити жертвених Господін Спаравдиш Сьогодні немало людей Замінили істину Божою лождю Постановлення Тосенки війшли до церков Але огню благодаті Божої на собі не переживають І давно забули про нього Ілія не забув про Огонь Божий Про той жертвених І ти сьогодні маєш глянути На свій стан і на своє життя Де ти живеш, як ти проходиш І що є на твоїй голові Цей момент Бог і ця служення Бог виділив для тебе Що ти якраз окунувся в Його благодать Оягнувся в Його силу Підперезався Його істину І подивився, як правильно На основі Слова Божого не інакше Востановити жертвених Господін Розрущить капіща валов Ревереглаудеш Самі не ревара манайдеш Твої настроєні капіща Вони мають бути розрушені Твоє людське строєння Людська думка Вона має бути урахована Порахована на основі Слова Божого Як правильно построїти І сказати Господь Я зробив по Твому слові І Ісус сказав Йдіть і проповідуйте Цю Іванюю для всіх народів Хто буде вірувати Окрайся буде спасений Довірюєшся Господу Може одно разу Або ж на сьогоднішній день Твоє серце закам'єділо Невже Бог ще відповідає Невже Бог ще щось робить Твоє серце ознавірилося Господу Довірюєшся Ісус З'явився для тих учнів Чому ви І він написано Докоряв їм Чому ви Так затверділися серцем Чому ви не довірились Чи ж не так належало пострадати Як він говорив тим Який йшлів Емаус Чи не так йому треба пострадати І почав їм поясняти писання Починаючи від Мойсея і всіх пророків Я так мав пострадати Воскреснути третього дня А ви так роздумуєте сьогодні І сказав увірувавших Дав велику ознаку Будуть супроводжувати такі ознаки Будуть класти руки на хворих Вони будуть стілені Як важливо в сьогоднішній день Бачити дію Божу Церкві Божій Вечний Господь А ти маєш бути підпоразана істинною Божою Жилей Господній Не має його скудівати на голові Твоїй Ах Вечний Ісус Я вірю що Бог Є присутній в цьому зібранні І не треба вас багато переконувати Він є в цьому зібранній Духом Святим І прямо говорить до Твого серця Прийти сьогодні В Твоєму житті Такий, який ти є З розкроєнням Сьогодні Ісус Я сьогодні можу далекі від Тебе В числі Твоєї церкви Нахожуся заграховані в списках Але благодаті Божої на собі не відчуваю Або ж давно відчував Самі не рефарма наудиш Вірність Велика Господня Райвича на мене Регітора Файне Алілуя Алілуя На мене собравдиш Гідерами на речень Алілуя Хас паравдиш Нехай не узкодівай герей на голові Твої Спарамі на реглайн Шарабедені Лападарафе Шараминайдиш Міра лаус Гідерами на речень Лапаравдиш Міра лайсарабіді Глава Спарабедені Шарабедені Алілуя Шаміна раудис Шаміна рекоді Рас паравді Гідерайдис Шаміна рауді Гідерайді Раманарафайріш Гідерами на рапарбі Гідерами на речень Алілуя Міра Шегутер мані лаісу Прогутер файне Гідерайсан Ірміна манау Зікліяйсь Шолна рясу Прогутерафайне Што стоїш і смотриш Говорит Господь Кіленолонсум Прогутері Гідерами на рапарбі Гідерами на рапарбі І скажеш Те служення Дані Тебе дляatan Для Road Гадра Но многие из вас изранены, избиты и не могут поднять лица своего. Но есть милость к тебе, говорит Господь. Я желаю резкого счастья и скаломоченным в воды многих. С кем говорить мне и кого звать, говорит Господь. Долго-долго я ходил за тобой еще и скоб романс. И еще я ищу тебя, и ты стоишь вот здесь и думаешь. Что будет, когда дальше так будет продолжаться жизнь моя? Я скажу, что будет. Перемена великая будет в жизни твоей. Но я пройду, как тот, который опустошает. Чем не умрет и гаснет клоуэс Эйджин Мэнс. Милости моей еще не отниму, но велико будет сражаться с тобою. О, голос мой, тебе душа, остановись. Зачем ушел, граммин Руссен? Зачем ушел вдаль и ищешь рожков мира сего? Келью твою измарил, Клаус, грязь с миром омешившись. А я хочу дать тебе святость и близость моя ныне к тебе. Еще пройдусь судами, Мэн Гудэль. Еще пройдусь великими судами по земле, говорит Господь. И это голос в Украине, Гаманас Атлайс. Я не буду дальше миловать тебя, ибо милость моя не дает тебе милости. Во многих церквях зажженный был огонь мой. Но у газа нету света моего, говорит Господь. Я пройду и возбужу все и поставлю на место свое. Но чем я сделаю это, говорит Господь? Но увидишь, как буду проходить. Ибо я Бог твой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я мечтал посадить дерево Я мечтал иметь семью Я хотел жить как все люди живут Но почему-то у меня это не получалось Потому что все это я хотел сделать без Господа И я благодарю Бога, что Иисус не дал мне это сделать без Него Я помню тот день, это был 99-й год и субботним вечером накануне Пасхи я дома лежал на кровати и смотрел телевизор И вот я смотрю фильм «Идет Иисус Христос» Я думаю, я не буду смотреть этот фильм Зачем мне этот христианский фильм? Я переключил на другую программу Но какой-то голос внутри меня сказал «Ведь завтра же Пасха! Ты можешь хотя бы раз в год уделить время Богу!» И я послушался этого голоса Я переключил на эту программу, я посмотрел весь этот фильм «Иисус Христос» Но на этом все и закончилось На завтра я отмечал Пасху, как большинство людей в этом мире с рюмкой в руках Но вы знаете, еще через день я вышел на работу Я не думал об Иисусе, я не думал о Боге И я стоял, как стою здесь, стоял возле своего рабочего станка Но вдруг неожиданно, я почему-то начал вспоминать фрагменты этого фильма И вот я вижу, как Христа ложат на крест Я вижу, как Ему вбивают гвозди в руки И я внутри задогнулся и думаю, это же больно И я подумал, для чего все это было Я не задавал вопроса, правда это или нет Я подумал, для чего все это было И вы знаете, когда я задал этот вопрос Я такой радости никогда не переживал Но в мое сердце пришла радость И голос Духа Святого говорил Это то, что тебе нужно в жизни Аллилуйя, благодарение Богу Я приехал домой час ночи И по обыкновению я хочу кушать Но в тот день я хотел читать Евангелие И я говорил, почему я не знаю Иисуса до сих пор Мне 29 лет Моя семья разрушалась Я приходил домой Я пил посуду и мебель, когда буянил И вы знаете, однажды я разбил в дверях В шкафу стеклянные двери И я, вы знаете, вот этой правой рукой ударил в эти стеклянные двери Порвалась на две части моя рука Вот эта лодыжка Меня завезли в скорую помощь Зашили эту руку Сегодня у меня не разгибаются пальцы на руке Но я благодарю Бога, что рука моя работоспособная Потому что Христос однажды Подставил свои святые руки За жизнь нашу Аллилуйя, слава Богу нашему Вы знаете, дорогие друзья И я пришел к Богу Я очень стеснялся прийти в какую-то церковь Я стал читать Евангелие И Дух Божий все больше и больше наполнял мое сердце Я из неблагополучной семьи Мои родители жили примерно, ссорились, скандалили Постоянно были драки в доме В 11 лет, когда мне было, они развелись И моя мать стала выпивать Я думал, я так жить не буду Но вы знаете, я не испытал этой отцовской любви В семейной жизни своих родителей Но когда я читал Евангелие Когда я читал Божье Слово Я чувствовал, что Отец Небесный Берет меня на свои руки и несет меня Я почувствовал Божью любовь И вы знаете, я очень стеснялся прийти в какую-то церковь Но однажды я пришел в одно служение И Дух Святой коснулся моего сердца Когда я вышел на покаяние Вы знаете, ко мне подошел служитель И он спросил, что ты хочешь И я сказал, я хочу жить с Богом И я благодарю Бога, что в моей жизни был однажды такой день Вы знаете, за неимением времени Я не могу рассказать, может быть, о многих милостях Божьих Но об одной милости я вам расскажу Четыре года назад я заключил завет с Господом В 2001 году 17 июня Мы встали с женой рано утром Она погладила мне брюки и рубашку В 8 часов утра мы с ней уехали из дому 12 часов нас не было дома С 8 утра до 8 вечера Это был прекрасный день Это был прекрасный праздник И когда я вернулся домой и вошел в дом То я почувствовал запах паленой проводки Запах плавящегося пластмасса И я не понял, что это может быть Но когда я вошел в дом Вы знаете, я увидел, что на столе Там лежало полотенце И жена оставила утюг на столе, включенный в резетку 12 часов С 8 утра и до 8 вечера Я видел, на полотенце было подпаленное пятно Но не было ни дыма, ни искорки Благодарение Богу И моя жена стояла позади меня И она думала, что я буду ругаться Но я повернулся к ней и сказал Смотри, это милость Божья И я знаю, что в тот день Когда я обещал Богу Служить чистой, доброй совестью Бог поставил печать в моем сердце Ты под моей защитой Слава Ему и благодарение И я знаю точно Когда ты обещаешь Богу Бог обещает тебе Ты под Его защитой, аллилуйя И ты всегда под защитой крови Иисуса Но мы должны помнить одно Смотреть всегда на Голгофу Смотреть на страдания Христа Где Он пролил за нас свою святую кровь Велик Господь Много милости Он совершил в жизни моей Моя семья, моя жена Она не приняла того, что я стал христианином Я помню день, когда она брала Библию Она вот так швыряла ее И разрывала эту Библию И говорила, Баптист, я научу тебя молиться Но благодарение Богу Сегодня Бог меняет ее сердце И она говорит, я куплю тебе новую Библию И однажды, когда мы ехали сюда на Украину Сатана восстал на дороге Она вышла из машины и стала задыхаться Я не знал, что делать Вы знаете, она задыхается Она глотает, воздух просто глотает Не может ничего сказать Я говорю, тебя тошнит Она говорит, нет, что произошло? Что-то здесь мне мешает Я не знал, что делать Она пошла с дороги в снег Она там упала в снег И я говорю ей Она до этого отвергала как бы Иисуса Она не хотела слушать меня Но вы знаете, я верю Дух Святой ведет в ее сердце работу И я сказал Ничего не остается Зови Иисуса Зови Иисуса Я позвал на помощь брата Михаила Мы стали призывать кровь Христа Кровь Христа И когда мы стали призывать кровь Христа Она положила свои руки на снег И сказала Господи, открой глаза мои Мне на этом пути Я не хочу больше жить в этой тьме Аллилуйя Богу Великому Дорогие друзья Я слышал, как ее душа каялась Но еще она не совершила это действие Еще не переступила эту черту Но я верю, что Бог силен дать ей спасение И я верю, что она будет славить Господа Так же, как и я Слава и благодарение нашему Господу И сегодня я призываю, чтобы мы с вами Если вам тяжело Если в вашем сердце есть какие-то проблемы Трудности на вашем пути Поднимите взор свой Посмотрите на Голгофу Там обещание Бог обещал Через жертву Сына Своего Что ты будешь под моей защитой И сегодня мы под защитой Иисуса Христа Взгляни на Голгофу Не унывай Смотри на Иисуса Там обещание В крови Христа Аллилуйя Да будет слава Господу Аминь Иисус прославленный Голгофской славою Воскресший ты Живешь сердца Звезда ты светлая И зорь каранья Сияешь ты Всеми луча Господь звезда Голгофская слава Голгофская слава Голгофская слава Христос звезда моя Голгофская слава Живу тобой лишь я Из гробов третий день Воскресе Ты воскресенье В тебе спасенье В веки меня В чертов небес Ты воскресенье Ты воскресенье В тебе спасенье В веки меня В чертов небес Голгофская слава Господень Дух святой Руководи ты мной Дай верным быть Не до конца Быть побеждающим Христа встречающим В красе небес В красе небес Нарвавенца Быть побеждающим Христа встречающим В красе небес Нарвавенца Прочитаю одно местописание, друзья И хотел бы коротко засветкувать Что срубив со мной Господь Потому что Христос, который пришел Написано, Вин пришел для того, чтобы взыскать И спасти погибших То, что загинуло Вин пришел как раз для того, чтобы спасти И знаете, для меня Дуже такой цикавый вирш Дуже люблю этот вирш И коли не знал я этот вирш Я неоднократно проповедовал И знаете, этот вирш прямо мне утешает и ободряет А Бог говорит через Ереме Такие прекрасные слова Кажи, ибо только я знаю намерения Какие имею о вас, говорит Господь Намерения во благо, не на зло Чтобы дать вам будущность и надежду Слава нашему Богу Чтобы дать нам будущность и надежду Я скажу, что, друзья После землетрясения Я приехал сюда, на Украину И меня эвакуировали сюда Наш вагон, это 9-й вагон Это 18 составов И, ну, вагонев Целый состав Здесь пару недель мы ехали Из Армении сюда Каждые зупинки зупинялись Наверное, бывало, днями залишали То ходували, то, ну, майже Ну, всегда ходували То с опозданием Но разом с тем, друзья Я приехал благополучно на Украину Знаете, я залишил свою семью Я оставил своего сына Я знаю, что он, возможно, среди нас Он должен быть здесь Сегодня он дитя Божия Слава нашему Господу Я радостно, наполняю Думаю, что, Господи Колись я залишил его Колись я оставил его Я не знал, что дальше будет Але сегодня ты привил его сюда И дал прекрасную намеру Эта благая честь, которую ты дал мне И чтобы я и моя семья Служили тебе на все життя Слава нашему Богу Знаете, когда я приехал сюда на Украину Я не разраховал никакие планы Только у меня была одна думка Все, якось треба освободиться от этих семейных тихарей Надо трохи жить свободнейше Але, знаете, у Бога были ищи планы Вдруг я чув, что моя жена стала верующей Это для меня было катастрофой Я думал, что все, конец Все, позорище Такое я не мог пережить Я три года ей бросил И вдруг она стала верующей Вдруг она просто позорила нашу семью Все так раховалось у нас Знаете, я думал только одно Я звонил к ней и сказал Гаяне, все С нами все кончено Если что, была некая маленькая надежда Что мы опять жили бы Але с таким позором Мы больше не можем жить Она сказала Я сказал, мы должны развести Она говорила, я не могу чего-то Потому что мой Бог меня не дозволяет Я сказал, мне не цикавит твой Бог Я хочу с тобой развести Я собирался приехать до дому Знаете, писание говорит Мои мысли не ваши мысли И пути мои не пути ваши Я приехал одной думкой Чтобы развести с женой И тем часом я узнал, что И мой брат Который три года моложе меня Мои три братья Я старше семьи Его и Вин вдруг тоже стал верующий Знаете, я не знал, что делать Я сказал, Артур, Вин разумный хлопец Школу закинчив три Четверки было, остальные все пять Специально закинчив радиотехникум Красным дипломом Русский факультет И именно, знаете, доказать, что я был прав И вдруг этот человек тоже стал верующий Друзья, у нас были иншие выхования Мое слово был закон для моих братьев Мои, батьки мои казали Был закон для нас И мое слово никогда не выкидалось в ветер Если бы я сказал моему брату Что это черное Вин никогда не сказал бы Нет, там белое что-то видно Чи белое Вин не сказал, что это не черное там что-то Потому что Вин знал Я так сказал Бои старшие так говорили И вдруг он стал верующим Я звонил домой и первым делом сказал Артур, это правда? Это правда, что ты стал верующим? Вин сказал, да Я сказал, Артур, ты знаешь, что я Чтобы больше не хочу, что ты об этом? Вин, знаете, впервые меня начал видмовить Впервые Вин пошел против меня Вин сказал, я не могу этого делать Знаете, я сердился Я растворился я Я кричал, я орал, я угрожал его Я сказал, я приеду домой, разберусь с тобой Я накажу тебя Вин сказал, что я люблю тебя Но я его не могу залишить Знаете, я понял, что на моем месте занял кто-то другой Я понял, что мои слова уже не действуют Знаете, я ревновал Я начал кричать, я орал на него Але ничего не действовало Вин сказал, да Я могу тебе, что хочешь, я сделаю Але я не могу уйти в собрание Я признав Господа Я знаю, что в Вин живи Бог Это не такие, которые ты знал Со мной, это совершенно другой Бог Я сказал, как это так? Ты моложе мне, ты знаешь, больше Знаете, мой гордость не допускала Чтобы Вин рассказывал мне Или что-то объяснял Я приехал домой с одной метою Разобраться этому всему Дать конец этому всему Я сказал брату, я накажу тебя Я прилюдно тебе накажу Я уныжу тебя, чтобы ты больше такого не говорил мне Я приехал домой С женой развести А, знаете, у матери осталось гангрена на ноге Она болела с сахарным диабетом У нее был сахарный диабет И, знаете, начала нога чернеть и чернеть И начала педняться вверх Я не знал, что делать Я старше семьи Десять лет мама не имела детей И вдруг такое случилось Кому обратиться? Кому взывать? Знаете, я не знал, что в Писании Прекрасные слова Что на Иисусе Бог говорит Воззови ко мне И я отвечу тебе И покажу тебе великое и недоступное Чего не знаешь ты? Я стоял и не знал, что делать Кому обратиться? Пришли верующие, начали молиться Они схилили свои колени И молились Господу Они взывали Для меня было это чуждо Я поделился на них и думаю Что вы робите здесь? Что вы делаете? Уйдите из вити А, знаете, брат сказал Мы обращаемся к Богу Я говорю, Артур, прекрати это Я не хочу об этом слушать Ты позоришь нас Я с тобой еще разберусь Подожди, закинчится это все А, знаете, это не закончилось Это продолжалось и далее, и далее И мы не знали, что робите И когда провели городскую лекарню Врач посмотрел в маму и сказал У нее требует терминовую ногу ампутировать Знаете, я посмотрел и думал Ну, как это так? А брат в это время потерял сознание на моих руках Я ему сказал, Артур Что с тобой? Ты же мужчина, ну чего ты такой? Он сказал Просто я был в посте Я говорю, что это такое? Он говорит, я три дня не ел Я говорю, как ты три дня не ел? Артур, что с тобой делали? Как ты можешь три дня не ел? Ты со мной целый день не был? Как ты такое можешь сделать? Но он сказал Я делал это ради Иисуса Ради мамы, чтобы Бог помиловал маму Друзья, я не знал, что есть Господь Я не знал, что есть живой Бог С кем можно мать С кем можно мать Живое общение Слава нашему Господу Что вы есть И дает сейчас каждому из нас Приблизиться до него Он говорит, приходите ко мне Все концы земли И будете спасены Знаете, друзья Я начал сомневаться Я не знал, что делать Потому что они реальные речи говорили И когда маме привели Областную лекарню республиканскую Врачи подъявились И сказали знакомый врач Который долгие лет Мы имели дружные отношения Он подъявился и сказал Сынок, у нее тяжелое положение Она просто не выживет Она не вытремит то ампутование Ноги, выше колени надо было ампутировать Просто она не вытремит Друзья, я не знал, к кому обратиться Я не знал, что делать Но блажен человек, который познал Господь Господа, вкусите, увидите, какой есть благ Господь Мой брат взывал к нему Сказал, Боже, поможи Откройся моему брату Ты бачишь его обожание Я шире хотел познать Господа Але я не любил эти обряды Я не любил целовать руку батюшке Я не любил эти свежки ставить Я хотел знать правду Чего я должен этого делать Але мне никто не дал відповедей И вдруг мой брат стал верующим Вин сказал, у нас другая вера Я не мог разуметь, якаши другая Але знаете, Бог стукает сердце Кожного человека И даёт щас И сказал, и приходящего ко мне Я не сгоню вон Я не знал, что Бог стукается до моего сердца Вин мне даёт на ходу шанс Будьте спасенны Как и богачёх И сотни тысяч людей Можливо, пришли на цей месте Завдяки тому, что будьте спасенны И славите Господа Бога ей намерение, друзья Намерение во благо и на зло Чтобы даст нам будущность И надежду Слава нашему Богу Когда в Мамитстан Стало дуже важко Моя жена напрашивалась Она просила и умоляла Прийти, помогти У меня не было сестры У меня не было таких людей Чтобы помогли женочам в палате Помогти Я сказал, Гаяне, приходь Але ни на что не разрыховывай Потому что я не люблю тебя Ты чужая людина Загали для меня То, что соединяет нас с сыном Я могу прийти, разрых Побачить ещё И не более Ни на что не разрыховывай Ты приходь Але ни на что не разрыховывай Она сказала Добрый, я приду Я приду только ради Иисуса Я не мог понять Что, друзья Ради Иисуса Можно быть унижены Я не мог разуметь Что ради Иисуса Можно быть оплёваны Я издевался над ней Я смеялся над ней Я всякие поганые слова Говорив там в лекарне Но она молча Это всё робила Ради Иисуса Она ради Иисуса Опозорилась там Але всё молчко робила Когда в лекарне пришли Врачи Сказали Надо ампутировать ногу Сказали Здесь 40 хвилин Должна быть Три часа операция Через 40 хвилин Мама выносит Знаете Она Целая Я сказал моему брату Артур пришёл перед ним И сказал Знаешь Наша церковь молилась И Бог сказал Дух Святой сказал Что ночь будет в моих руках Я буду участвовать в операции Всё будет благополучно Знаете Я чувствую эти слова Сказал Артур Ты на своём розуме Как тебе Бог мог говорить О чём ты говоришь Ты вообще думаешь И нет А Вин сказал Со мной только поверь Прошу тебя Только поверь И побачишь Ты побачишь чудо Которое ты не можешь Доверять и Господа Знаете Тогда я сказал Если это правда Если то Что ты говоришь Это правда Я тоже стану верующим Мне было стыдно признаваться Мне было стыдно Унижиться перед братом Что Вин мешает мне Але Вин меня учит И наставляет Але я сказал Я тоже буду верующим Скажешь мне Что требует убить Я уже был готов Только чтобы мама была жива Друзья Бог сказал Что приходите ко мне Друждающиеся обременён И я успокою вас У меня был важный тигар Своё сердце Я не знал Что Вин может понести Этот тигар И твоё тигар понесе Брат и сестры Если у тебя сегодня Неможливо Знаю Человеку невозможно Але Богу всё возможно Слава нашему Господу И Вин поэтому здесь И Вин поэтому Да прекрасную нагоду Прекрасную погоду Чтобы ты чувал По присутности его Слава нашему Господу Вин здесь И Вин дал нам шанс Будьте спасены Врачи удивлялись Врачи сомневались Але когда пришёл Операция закинчилась Я подивився Маму выносит Прямо палату И лицо открыто Я дуже переживал Я боялся Я боялся Что я просто Не вытремаю И меня паха будут хоронить Я так переживал И вдруг Дивлюсь Лицо открыто Знаете Мои слёзы падали Я сказал Артур Девиз Девиз Мама жива Девиз Маму выносит Сюда привозит Вин сказал Но я даже не сомневался Потому что у Бога Бессильно не бывает Никакое слово Слава нашему Господу Друзья Я хочу сказать И тебе сегодня Тебе сегодня У Бога не залишается Бессильно Никакое слово Я не знал Что делать Мой брат Начал меня учить Там Вин начал меня наставлять Я хотел бы Чтобы я развалился Под землю Чтоб как Вин меня учить Але знаете Это были слова Которые подкрепляли Мой дух Я почувал Себе просто Легче И там Мне было стыдно По-человечески А по духу Мне было добре Я почувал Что я получаю Уверенность Я получаю У меня есть Какая надежда Я еще не знаю Где та надея Але я почувал Что здесь поруч Написано Ищите Господа Когда можно Знайти его Шукайте И призывайте его Когда Вин поруч Близко Вин на чём месте Слава нашему Господу Друзья Вин привив нас сюда Вин сказав Где вы двое Або трое собраны Во имя мое Я посреди вас У нас несколько десяток Можливо тысячу людей Можливо тысячу Вин здесь Вин Николи не обманывает Маму привели лекарню Врачи подъявились Были сдевованы Так быстро закончилось Сорок хвилей Продлилась операция Люди не могли Вбахнуть Что там был Присутный Господь Люди не могли Разуметь Что так В том числе и я Я сказал Артур Я не хотел сдаваться А вдруг Вдруг это Вдруг это Выподковно Вдруг это Это не то Что ты сказал Али Вин говорил Нет сынок Ты запомни Это Бог Это Вин старается Это Вин хочет Тебе приблизить Это Вин хочет Тебе дать шанс Выкористовывай этот шанс Приближайся к нему Может больше не получится Может больше У тебя не будет На году такую Друзья Я задумался Я сказал Ну же ли это правда Али я сказал Добрый Я сделаю так Как ты скажешь Что мне делать Знаете Моя жена ухаживала За мамой Мама лежала Три недели Три с половиной недели Лежала в лекарне Люди Которые лежали рядом Они Не заживали У них раны 40 градусов жара Такая антисанитарная Умовая Такая ужасная И знаете Люди не могли Вибраться С той лекарни А тут мама Нога ампутирована Више колени Мне все Сочувствовали Али знаете Моему сердцу Десь глубине Была такая Великая надежность Что у Бога Ей намерение Для меня И это намерение Во благо Не на зло Чтобы дать мне Будущность И надежду Мне эти слова Моего брата Что Бог Будет присутный И Бог Будет зробить Своё справа Мне дали Життя Я сказал Нет Что вы не говорите Она Вида Извити Все будет Благополучно Знаете Жена ухаживала Три с половиной недели Люди Смеялись Над ней Люди Издевались Они бачили Я гасмюз Они сказали Ты шо У тебе розума Вообще У тебя самолюбия Нету Гордости Нету Он тебе Три года Бросил А ты еще За его матерью Ухаживаешь На Что тебе надо Но она Мовшко Сказала Я рублю Это Ради Иисуса Я это делаю Ради Иисуса Я сказал Что у нее Не хватает У нее Там непорядки Что-то Но знаете Друзья Она своим Молчанием Она победила Меня Она своим Просто Послушанием Она приобрела Меня Я сказал Что Я не люблю Ты для меня Чужой человек А за то Что ты Столько Сделала Я заберу Тебя ровно Если у вас Есть Бог Пусть Вин Войдет Во мне Пусть Что-то Со мной Сделает Чтобы Я тоже Поверю Тому Богу Который Ты Поклоняешься И Артур И Друзья Той Бог Не Запис Не Взне Ведь Той Бог Сегодня На Чем Миссии Уже 12 лет Я Проповедую Уже 12 лет Рассказываю Что Вчера Сегодня Навеки Винтой Сами И Сегодня Я хочу Тебе Запивнать Хочу Дать Тебе Уверенность Он Здесь Он Сегодня Может С тобой Что Сдробить На Ногу Дайте Твою Семей Не Вин Вин Можем Переменять Твое Життя Когда Однажды Я Пришел Собрание Один Азербайджан Из Мусульманин Ставший Христианином Пришел В 91 Году Ко мне Домой Когда В Армении На Горном Карабахе Была Война Убивали Друг Друг Вин Пришел Ко мне Домой И Сказал Сану Иисус Любит Тебя Я Сказал Кто Ты Такой Ты Мусульманин Ты Враг Вин Сказал Нет Я Дитя Божий Я Христианин Иисус Нашел Меня И я Сегодня Хочу Тебе Пригласить Собрание Приходи Ко мне Друзья Мы его Приняли Осторожно Мы его Приняли Как Врага Но Мы Могли Расставаться Почему Потому Что Там Был Присутный Иисус Христос Слава Нашему Богу Мы Обнялись Мы Целовались Мы Это Тимчасовый Это Человеческая Есть Господний Живей Слава Нашему Богу Что Та Вера Сегодня Идиюча Вера Сегодня Как Сказал Брат Не Проходящий Али Драгоценный Негуб Гибнущий Али Господня Вера Вера Божия Я Пришел Собрание Я Слух Слово Господня И Писание Кажет Что Слово Божие Это Живее Идиюча И острее Оно Проникает До Разделения Души И Духов Составы Мозгов И Судят Помещение Намерное Сердечное Это Слово Достигло До Моего Розума И Сердца И Начало Во мне Что-то Рубить Я Вечував Что Меня Больше Не Влечет Этот Мир Я Однажды Стал На Колени И Сказал Я Хочу Покаяться Я Хочу Витаться Господу На Служение Я Хочу Познать Его Я Хочу Чтоб Вин Вошел В мое Сердце Знаете Это Было Мгновенно Вин Вошел В мое Сердце Вин Начал Меня С меня Я Пришел Домой Сказал Жене Я Издевался Над Тобою Я Смеялся Но Она Не Уверила Она Не Могла Разуметь Что Так Быстро Пройдет Это Да Еще Два Года Издевался Сегодня Я Познав Его И Той Любовь Которая У меня Ее Это Уже Не Тим Часов И Эта Любовь Вечная Даже Смерть Не Сильная От Брат Друзья Сегодня Той Бог На За Все Чудные Дела Я Которая Нам Чтобы Кожный Из Нас Використов Свой Шанс И Был Спас Помолимся И Прославим Его Аминь Благодарю Тебе Господи За Цю Нагоду Я Кид Дав На Можливости Боже Прославить И Величать Тебе Боже Будет Достоин Славы Хвала Тебе Отче Аллилуйя Тебе Господ Мин Бог Я Дякую С Братами С С С Господи Я Ки Пришли На Цей Мисс Господ Я Ки Познали Тебе Господи Я Ки Дан Свободу Життя Вечная Слава Тебе И С Что Пойдем Сегодня Ты Спасаешь Господи Пойдем Сегодня Даю Шанс Будь Спасенный Хвала Тебе Божия Мы Благодарим Тебе Божия Мы Благодарим Тебе Господ За Все Милости Господ Которые Ты Делаешь Для Нас Для Славы Твоей Будь Благословен И Прославлен Наш Вечный Бог Отец Син И Дух Святый Аминь День Кроментус Аминь Он Усмотрит Мной Крабеда Чаудис И Многих Привел На Семесто Крабеда Глаудис И Буду Плавить Плавить Кроме Чаудис Огнем Моим Крабедус Келф Рабед Штаудис И Многие Получат Освобождение Аминь Дух Святой Говорит Крабеда Глаудис Поднимите Взоры Крабеда Чаудис Аллилуйя Отступите От грехов Крабеда Вашей Крабедус От зла Крабеда Глаудис Аминь Кроменус Глаудис Ибо День Покаяния Крабедус И день Очищения Крабедус Глаудис И Кто Будет Подходить Жажда Буду Изливать Ибо Благодать Моя Будет Для вас Крабеда Глаудис Аминь Дух Святой Говорит Крабеду Глаудис Ищите Доколи Можна Найти Крабеда Глаудис Входите Вгла Врата Врата Вузки Крабеда Влатантус Кебеда Штаудис Дабы Я Крабеду Благословил Вас Крабедус И не Отринул Аминь Увязь Милостем Збавенем Дальшим И Коха Барцом Мнечечем Све Благословил Благословил Смоленем Дальшим И Коха Барцом Мнечечем Све Вин Шпел Аминь Благословил 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 Мил Мнечечем 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 За послан верного збавца, Абвы до неба проводил мне. Ведь певай душома, Бук есть милосио, Бук есть милосио, Милует мне. Ведь певай душома, Бук есть милосио, Бук есть милосио, Милует мне. Коханый Еду, Ты в зни очарашь, Где сердце боли и удулись я. Коханый Еду, Ты в зни очарашь, Бук есть милосио, Бук есть милосио, Бук есть милосио, Бук есть народ Божий. И Слово Божие говорит, что всякий человек, надеявшийся на Христа, только в этом веке, есть кто? Несчастнее всех человеков. Христос, человек, который верит, считает себя верующим в Иисуса Христа, человек, который посещает собрания, человек, который делает много религиозных обрядов, человек, который за Христа может даже что-то предпринять, такое серьезное, но его надежды, когда не заходят дальше этой земли, дальше кладбища, этот человек есть несчастнее всех человеков. Потому что Господь желает дать нам вечность, ввести в город Ярусалим художником-строителем, которого является сам Господь. Господь желает сам утереть слезу с очей, Господь желает жить вместе с человеком, рецепт скине Бога с человеком. Бог, святой Бог, желает обитать вместе с нами, с бывшими грешниками. Вы знаете, когда я об этом думаю, я не знаю, как у него это получится. Ведь столько людей, столько сегодня национальных признаков, столько сегодня разбитых судеб, собранных в церкви Иисуса Христа. Один был пьяниц, один был вором, кто-то был алкоголиком, кто-то был честным грешником, как брат Сережа говорил на этом месте, кто-то был еще кем-то. И столько людей, столько судеб, различных, столько людей. И это все составляет, Господь собирает в одну церковь и хочет Господь обитать с этим народом. Вы знаете, когда я об этом думал, однажды мы ехали с братом Виктором в машине, и у нас связался разговор. Вы знаете, мы вспомнили Моисея, мы вспомнили некоторые случаи, которые произошли с ним. Вы знаете, когда читаешь Слово Божие, разные чувства, они иногда одолевают наше сердце. Вы знаете, мне очень жалко первого, кого в Библии, мне очень жалко, это является Авель. Я долгое время когда-то не мог понять, почему Господь смотрел, как гибнет этот хороший человек. Я долго не мог понять, почему Кайн, убивший его, впоследствии получает семикратную защиту и знамения еще. Я думал, Господи, где же твоя справедливость? Ну почему так? Человек, когда хороший, и он умирает от руки злого брата, вместо того, чтобы наказать этого злитня, такого злого человека, ты даешь ему милость. Вместо того, чтобы помиловать Авеля, ты попускаешь его на смерть. Вместо того, чтобы наказать Каина, ты милуешь его, семикратную защиту даешь и знамения. Но однажды Господь проговорил мне к моему сердцу, говорит, это ты тот Каин, это грешно погибающее человечество, а Авель является преобразом Иисуса Христа. О, тогда все ясно. Как нам часто непонятно Божья справедливость. Это и справедливостью назовешь. Это можно назвать только любовью грешному погибающему человеку. Он сына своего отдал на распятие. Он смотрел, когда у сына в лицо его сына плюют. Он наблюдал не предпринял ничего, чтобы спасти его, потому что он хотел, чтобы грешников спасти. Благодаря ему. Но вы знаете, есть в Библии еще одна личность, которую, когда читаешь его судьбу, то ему не позавидуешь. И так жалко этим человеком является Моисей. Знаете, за неимением времени хочется немножко сократить и тяжело на ветру листать Слово Божие. Я думаю, вы народ Божий. Почему-то мне Господь побуждает говорить о няк народу Божию. Потому что вы знаете Слово Божие, вы знаете Писание, вы хорошо знаете эту личность Моисей. Его жизнь она много может научить нас. Это особо Бог ему дал особую судьбу. Бог его провел через особые обстоятельства. И вы знаете Он был народом Он был вождем народа израильского. Вы знаете Он бы мог быть сыном дочери фараоновой. Но Господь однажды коснулся его сердца поставил его перед выбором. И вместо того чтобы наслаждаться красотою египетской земли Вместо того чтобы наслаждаться роскошью невидимой которая царила в Египте Вместо того чтобы быть сыном дочери фараоновой Он сделал невероятный выбор Он предпочел страдать народом Божиим Это был тяжелый выбор правда который сегодня не всякому человеку по силам Он сделал этот выбор Он мог бы находиться ходить в роскошных палатах фараонового дворца Вместо этого Он много десяток лет провел на поле пасил скот у тестя своего Вы знаете тоже нелегкий выбор правда И вы знаете как однажды Господь явился к этому человеку и он предложил ему необычайную миссию стать вождем народа израильского и вывести народ израильский из рабства приходить к фараону говорить фараону и быть устами через которые говорит Господь Вы знаете этот человек отказывался говорит я косноязычий я не могу говорить зачем как я пойду он так смирил свое сердце ходя по этой пустыне вы знаете он пробрал такое мягкое сердце находясь рядом с этими животными и вы знаете но Господь сказал я тебя пошлю и все что скажу тебе будешь говорить все что скажу делать делай он так поступал и Господь рукою крепкою вывел народ из египетского рабства благодарение нашему Господу и вы знаете ему не позавидуешь еще по одной причине эти люди не были как овцы безгласия он привык что махнет жезлом и уже овцы идут за ним но этот народ не был таковым они роптали они много раз воздвигали на него гонения и Господь испытывал Моисея он испытывал докрайность его сердца когда говорил Моисей я уничтожу отступись от меня я уничтожу этот народ а потом я от тебя произведу другой народ и введу в землю где течет молоко и мед Моисей падает на лицо свое перед Богом и он падает говорит нет прости этот народ не погуби его ради того что ты клялся отцам что вовведешь этот народ вы знаете Моисей падал не раз при лицо Божье вопиял за народ который был непослушен который оттянуло в разные стороны знаете который тянуло кидало поклонство к язычеству к поклонению литому Богу и тянуло кропоту его но Моисей всегда предстоял и однажды когда они выходили из пустыни были в пустыне сын вы знаете получилось так что не было воды и народ как всегда стал роптать народ стал роптать Моисей снова перед Богом что делать и Господь говорит возьми тот жезл которым ты бил по воде возьми тот жезл я стану на скале ты удар и так будет вода он так и сделал потекла вода народ пил воду народ наслаждался проходит время и вы знаете снова они приходят в Кадес где умерла морям и там тоже случается то же самое не хватает воды жажда им тоже хочется пить скоту хочется пить и вы знаете и снова Моисей перед Богом падает что делать и Господь ему говорит возьми жезл тот взял жезл а теперь иди скале скажи и так ты извлечешь воду она даст тебе воду но вы знаете сердце Моисея было очень сильно огорчено и Моисей взял жезл он послушен Господу он взял жезл но он начал говорить разве нам из этой скалы извлечь вам воду и ударил два раза по скале и потекло много воды народ наслаждается пьет народу хорошо они упиваются прохладой воды они поят своих детей свой скот они ликуют а Бог обращается к Моисею за то что не явил святости моей не войдешь вы не введете этот народ в землю обетованную ах друзья дорогие у Моисея была чудесная цель ввести народ в землю обетованную где течет молоко и мед получить наследство над которым они не строили не трудились но народ огорчил огорчил его сердце и Моисей поэтому не проявил Божьей святости и не вошел в землю только Бог завел на гору посмотри на эту землю ах друзья как горько осмотреть но не вступить ногою мне жалко Моисея почему-то мне жалко его этот человек всю свою жизнь посвятил этому народу не раз падал перед лицом Божьим на лицо свое не раз упрашивал Божье лицо о милости к этому народу когда Бог шел губить этот народ и вот поднял его завел на гору и смотри посмотри но ты туда не войдешь святости не явил моей о друзья дорогие почему так почему так как-то жестковато я начал думать так что смотрите что получилось Бог говорит Моисею возьми жезл возьми жезл твой уже это было он брал этот жезл этот жезл когда он им бил по воде расступалась вода когда этим жезлом била камень то из камня текла вода и на этот раз Бог говорит тоже возьми жезл но скажи скале этой о думаю Господь зачем ты сказал Моисею возьми жезл если в руках не было жезла он бы не ударил если б ты сказал не бери жезл просто скажи Моисей подчинился но возьми жезл если ты сказал скажи скале то зачем ты сказал жезл возьми о друзья дорогие вы знаете что святость Божья я думал что это такое и Слово Божье говорит это место нельзя не почитать это первое послание первое соборное послание святого апостола Петра первая глава с 13 стиха и ниже посему возлюбленные припоясавши чресла ума вашего бодрствуя совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа как послушные дети не сообразуйте с прежними похотями бывшими в неведении вашем но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках ибо написано будьте святы потому что я свят и если вы называетесь называете отцом того который нелицеприятно судит каждого по делам то со страхом проводите время странствования вашего зная что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни преданной вам от отцов но драгоценную кровью Христа как непорочного и чистого агнца ах друзья дорогие становятся понятными слова о святости вы знаете Иисус Христос пострадал за нас и Он желает чтобы мы были послушны Его голосу чтобы мы доверяли Ему совершенстве чтобы мы подчинялись Его голосу и делали так как написано в Слове Божьем Господь испытывает сегодняшним временем нас сегодня такое время когда смотришь на многие течения на многих христиан то сегодня похоже что Бог все разрешил что сегодня все можно и сегодня появилось много человеческих учений и эти учения вместо того чтобы учить исполнять Слово Божье сегодня учат не исполнять Слово Божье я вспоминаю одну беседу с одним братом пастыром и он говорит что написано в Евангелии о покрывалах не для того чтобы женщины покрывали волосы но для того чтобы еврейские мужчины чепчиков не носили о друзья дорогие когда я это слышал я думал господи что происходит и сегодня многие люди сегодня поступают не так как говорит Слово Божье и находят себе оправдание сегодня говорят уже не надо точно исполнять Слово Божье можно так примерно или что-то в этом роде но вы знаете когда вспоминаешь Моисея скажите что он сделал что не вошел в землю обитованную всего-то вместо того чтобы сказать скале он сказал своими словами то что Господь не повелел говорить и ударил по скале кажется сердце его было огорчено с одной стороны были виноваты люди с другой стороны Господь как бы спровоцировал этот поступок сказал возьми жезл но вы знаете совсем это малое им не позволило Моисею войти в эту землю обитованную а Слово Божье говорит что это образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое ах друзья дорогие смотрите что говорит Петр будьте святы почему вы знаете там есть ответ потому что мы искуплены драгоценной кровью святость это Божий стандарт по которому Бог желает чтобы мы могли ходить однажды я пришел приехал на машине к другу своему он должен был починить мне машину и я увидел что его тесть он делает велосипедик с деревянными колесами для своего внука он пробил там лишь бы какую дырку засунул туда проволоку прикрепил это к какой-то деревяшке и на выровке возил своего внука а рядом мой друг делал очень дорогую машину микрометром он вычислял там делал отверстия чтобы не было там стандарт особый есть чем дороже техника тем выше стандарт потому что этот велосипед деревянный он двигался со скоростью полторы километра в час и за него никто не дал бы даже бы наверное и два доллара если продавать этот велосипед но эта машина которую делал мой друг она стоила много тысяч долларов и должна была ехать больше двухсот километров в час поэтому к нее был такой стандарт очень точно микрометром надо было вымирать там какие-то зазоры ах друзья дорогие господь он желает нас везти в новый город Иерусалим художником и которого он является сам он хочет чтобы мы имели его стандарт какой стандарт сегодня является в нашей жизни как мы иногда поступаем с нашими близкими родными мы просим сегодня господь излеть дождь благословения призови неверующих в наши церкви столько много пустых лавок в наших церквях господь приведи из мира людей в наши церкви да господь может уже сегодня до избытка наполнить наши церкви но что там увидят неверующие люди о друзья дорогие господь желает чтобы мы жили его стандартами он сегодня нас призывает будьте святы потому что господь свят потому что вы искуплены драгоценной ценою да это мы бывшие преступники отступники мы бывшие грешники сегодня мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа слава нашему господу благодарение сегодня мы искуплены есть его кровью мы дети божьи мы дети не по званию но мы дети потому что за нас провелась кровь Иисуса Христа часто люди говорят почему вы не так радуетесь как надо почему когда вы радуетесь вы плачете о друзья дорогие вы знаете когда мы радуемся когда наш дух радуется мы всегда вспоминаем страдания Иисуса Христа потому что мы сегодня живы потому что он когда-то был распят за каждого из нас благодарение нашему Господу он дал сегодня нам этот шанс мало того он послал Духа Святого на землю сегодня Дух Святой трудится на земле чтобы каждый человек узнал о его страдании слава благодарения нашему Господу хвала ему благодарения мы благодарны сегодня Господу за неизреченный дар Божьей любви за то что он пришел в этот мир за то что он принял плоть и за то что он пострадал благодарение нашему Господу и он хочет нас привести в небо в вечность но как с нашей старой жизнью и он желает чтобы мы очистили наши сердца чтобы мы были достойны этого вечного неба о друзья сегодня мы слышали что Господь говорит Духом Святым об очищении о праведности о святости Господь хочет нам это дать у него есть для этого сила сила в крови Иисуса Христа и если у кого думает кто-то у меня нет уже сил сегодня мы слышали что нельзя хоронить то что еще живо сегодня Господь Духом Святым так отчетливо проговаривал для наших сердец я благодарен Богу вы знаете имею большую радость вы знаете нас в семье было 10 у отца есть и один из нас однажды 25 лет назад он отступил от Бога будучи верующим человеком и он хорошо когда-то проповедовал был молодежным руководителем и вы знаете и он когда-то упал в грязь греха и вы знаете мои родители сильно молились за него они вопияли к Богу и особенно моя мама она за всех нас повымоливала но из-за его она особо молилась он делал грех и вы знаете однажды он взял сделал непростительный поступок по отношению к маме он грубо очень с нею обошелся он сделал преступление как бы против его вы знаете против нее он ее очень сильно оскорбил и вы знаете я когда узнал мое сердце сжалось сильно сильно и вы знаете но что мне что я не мог понять что меня глубоко шокировало что ее отношение стало еще трепетней к нему когда он приходил домой меня всего трясло я думал я знаете думал что Бог отомстил как-то ему думаю неужели Бог его не накажет но когда он приходил домой то я видел что мама моя она не знает где его посадить она не знает что ему предложить Саша может тебе то может тебе то я думал ну как она может так он так оскорбил он так с ней некрасиво плохо обошелся она не знает чем угощать его она не знает чем ему догадить она ушла в вечность вы знаете когда он приходил домой отец он так к нему всегда относился со мной он мог поспорить он мне мог сказать мне что-то я ему одно говорю он мне мог другое что-то сказать знаете мы с ним вместе живем вот ну когда приходил мой брат и он столько его обманывал но когда он говорил он ему как бы верил он доверял как малое дитя и как-то мне становиться не по себе думаю отец он столько раз обманывал тебя но всякий раз ты веришь ему всякий раз снова и снова о друзья дорогие это отцовская любовь на слово Божье говорит что любовь Божья она больше любви матери и мы сегодня имеем радость Господь Духом коснулся своим его и он сегодня обратился к Богу и мы можем всей семьей сегодня славить его служить ему благодарение Богу о друзья дорогие когда мы видим человека преступника перед Богом мы хоть христиане я не знаю я сейчас буду говорить о себе вы знаете я когда часто вижу как поступают немногие нечестивые люди я думаю Господи неужели не накажешь неужели ты не накажешь но Господь вместо наказания почему-то милость посылает возле нашего города в селении жил один человек и вы знаете этот человек дожил до 80 с чем-то лет под 90 лет он служил Богу через него Господь сильно действовал через исцеление через дар вспоможения и он являл милость многим людям через него но он жил в низине а наверху жила женщина которая много раз сидела в тюрьме которая ненавидела верующих матом обругивала когда верующие приходили к этому старушке с женой его со старицей они жили и вы знаете и однажды его жена она мне рассказала что был поводок и эта женщина вместо того чтобы пустить в поле воду которая шла талая вода она взяла откопала ручей и пустила воду на ихний домик а ихние окна были ниже уровня земли вы знаете как земляночка так культурненький домик такой но пол ниже уровня земли где-то на метр наверное и эта вода какими-то путями хлынула к ней в дом и она пришла на завтра мы в город приехали мы целую ночь с Михайловичем вычерпали воду вы знаете сердце мое так жалость думаю господи неужели ты не накажешь эту юзечку за то что она издевается так над этими святыми людьми над этими старцами которые в болезни которые в нем еще своей вычерпали в эту воду господи неужели ты ее не накажешь ну вот этот Дмитрий Михайлович ушел в вечность вот кладбище и мы его провожаем провожаем в вечность похоронное служение вы знаете выходит к могиле его выходит к гробу его внук разрисованный такой крутой парень и говорит и говорит я перед дедом перед его могилой хочу покаяться чтобы мне господь просил грехи вы знаете церковь начинает молиться благодарить бога вы знаете такой чудесный бог сделал на этих кладбищах так дух святой действовал проповеди такие были и уже все попрощались и брат дает уже команду чтобы закрывать труну но и братья которые должны это сделать как-то не решаются такой момент вдруг расступается эта толпа и эта соседка она выбегает к этому гробу падает на этого Дмитра Михайловича обнимает его своими руками целует его и говорит прости меня Михайлович я была глупая не знала что ты был святым человеком и ты меня господь прости о друзья дорогие я стоял престижный у той могилы и просил у Бога господи прости я этой несчастной женщине желал наказания а ты хотел ее просить а я не понимал ах друзья дорогие как тяжело нам грешным людям понять его любовь понять ее милость понять Божьи чувства понять его справедливость когда мы вникаем в Писание мы то и дело говорим господи ты наверное тут что-то несправедлив когда мы вникаем в жизнь людей смотрим на наши отношения когда мы смотрим на наши как нам несправедливо поступают мы говорим господи ты того накажи эту сестру о господи ты того брата обязательно накажи он меня так оскорбил он меня так не понял о друзья дорогие не давайте не будем искать справедливости давайте будем искать милости Божьей его любви сегодня его любовь простерта над этой землею он сегодня духом святым на этом месте с одной целью чтобы миловать таких грешников как я о друзья дорогие сегодня милость его простирается каждому из нас друг дорогой мы сейчас будем молиться не смотри что уже ты 30 лет был верующим может ты тоже как я хотел кому наказание и в сердце твоем чувствуешь нету мира нету мира там дальше Петр говорит о нелицемерном братолюбии и это тоже его святость то сегодня есть такой момент сказать Господь перемени мое сердце сделай это сердце как Моисей а то еще и чище Моисей только не вошел в обитованную землю он только смотрел но сегодня Господь требует от нас святости чтобы ввести нас вечное небо о друзья дорогие так сегодня манит это небо так оно прекрасно улица его из чистого золота друг дорогой но знаешь ли ты что туда не войдет ничего нечистое предано мерзости знаешь ли ты что в твоем сегодня сердце я уверен Дух Святой тебе уже сказал что у тебя в твоем сердце но сегодня вопрос за малым что ты думаешь с тем что есть в твоем сердце если покорность писанию на сто процентов в твоем сердце или ты думаешь писание можно исполнять так и сяк ты думаешь может что благодать это делай что хочешь нет друг дорогой благодать это незаслуженная милость и благодать это высшая закона и слово Божье говорит если праведность ваша не превзойдет праведность книжников фарисеев не войдете в царство Божье вспомни молитву того человека который говорил сколько он постится сколько молится вот друзья дорогие часто наша праведность сегодня не доходит даже до них правда а мы хотим вечность а Господь говорит чтобы праведность превзошла то сегодня чудесный момент предстать перед Богом предстать перед Ним и сегодня раскрыть свое сердце перед Ним исповедовать перед Богом сквозь слезы смотри на тебя распады Иисус мой Господь ты снял мою боль изгна сердце страй пройдя собавись на гвоздях то не гвоздь и ветер жар на кресте то не люди причинили боль тебе то не гвозди и не люди но мой грех хоть смело с этой красой много лет Субтитры создавал DimaTorzok и не глядя и не глядя . . . . Продолжение следует...